К сожалению, это заседание семинара нашего в этом семействе. Значит, напомню, что наш семинар на семинар на семинаре не будет там связанных, но в интернете будет записаться. Секции жизни не разного вселенной научного совета по астрономиям. Вот такое короткое название. Ну, я начну с новостей, как традиционно. Поскольку у нас последнее заседание было, по-моему, аж в мае этого года, в это время новостей было много, ну, как обычно, всего охватить не удается, поэтому кое-что, что мне показалось наиболее важным. Ну, во-первых, вот 30 июля пришло известие, что миссия ТЭС начала свою работу. Это, значит, космический аппарат, такой на высокой орбите, очень находящийся, который будет методом транзитов искать планеты у ближайших самых ярких звезд, либо несколько сотен тысяч. Вот, значит, 30 июля он начал работать. Вот в сентябре уже появилась первая статья с первым результатом, вот так она называлась, первая планета ТЭС. И ей сразу схода оказалась Супер-Земля. Ну, сейчас еще несколько уже статей с результатами. Пока что это теплые, там, не горячие гипитеры. Ну, всего, вот если в архив посмотреть, сейчас там уже 52 статьи лежат, но из них соревновательность с результатами пока только штук 5 всего на все. Ну, в общем, от ТЭСа мы ожидаем очень больших результатов, так поскольку прикидка должно быть несколько тысяч, может быть, даже несколько десятков тысяч этого планет. Ну, пока что вот такого еще потока данных нет, но вот, как видите, первый результат уже появился. Такое хорошее известие. Вот, вот теперь, значит, очень важное событие произошло недавно, значит, было 29-го, 31-го октября, значит, произошло такое воркшоп в Европе Думы под названием «По направлению к, так сказать, всенаправленным наблюдениям в радиодиапазоне для СЭТи». Вот, вот я напомню немножко, в чем здесь интрига заключалась. В 15-м году образовался фонд «Брикс Ру», значит, который был до 100 миллионов долларов на именно программу СЭТи, но вот, и поначалу их программу уже разочаровали, потому что это были программы наблюдения одиночных звезд в одноразовом режиме, с традиционными телескопами, обычными инструментами. В общем, это направление, оно имеет, с моей точки зрения, чисто металлическую ценность. Найти таким способом что-то очень трудно, но что такое? Главное, что оно не дает сухом осадке результатов. Вот мы пронаблюдали какую-то отдельную звезду в течение одного часа, ничего и не увидели. И что это значит? Это значит, что оно не передает? Ну, конечно, нет. Если на нашу, так сказать, Землю посмотреть издалека в течение часа, мы тоже ничего не увидим. Но если мы будем смотреть в течение 10 лет подряд, то чего-нибудь увидим. Есть планетные локаторы, есть всякие другие там сигналы, в том числе мы и послания некоторые отправляли к ближайшим звездам. Вот, нужно в режиме 24 часа в сутки во все стороны, вот что надо. Значит, в начале эти программы проекцируют и совершенно как бы никак не отражалось ни на чем. Первые программы были традиционными, но вот прям буквально у меня на глазах, впрочем, весной прошлого года начался перелом, пошли разговоры о том, что нужно интенсивно развивать действительно все направленные наблюдения. Это уже нашло свое отражение на последних конференциях, и сейчас специально на эту тему был в Европе в воршоп. Значит, есть запись видео, к сожалению, не все доклады есть на этих видео. Есть даже кое-что, что можно почитать, там отдельные white paper, так называемые, но в основном это просто какие-то тезисы этих докладов, например, половина этих докладов в сети имеет тезисы. Вот, ну вот тут есть несколько слайдов с программой, но я не буду на этом подробно останавливаться, если кому интересно, можно будет потом показать. Ну вот какие инструменты упоминались на этом воршопе. Вот такой телескоп, который называется Lach Synoptic Sourvay Telescope. Значит, слово синоптик на русский язык переводится как «все и сразу». Вот такой емкий термин научный в английском языке. Ну вот что он может? У меня поле зрения 3,5 градуса. Действительно огромное поле зрения. У таких вот больших телескопов, типа ВТА, это какие-то там влажные минуты, насколько я понимаю. Вот, работать он, да, ну большой зеркало, 8 метров с лишним. Вот, он настроен на поиски таких медленных транзитов, типа вспышек сверхновых зол, прежде всего. Ну, у него экспозиция 15 секунд, и она будет повторяться каждые 20 секунд, что будет ежедневно добавлять 30 терапевых данных, которые на глазах никто просматривает, даже и пытаться не будет. В общем, здесь основной вес в этом проекте как раз на обработку тех изображений, которые будут получаться. Ну, то есть это довольно длинный транзит, он может видеть, 15 секундный, но в том числе это вот, есть то направление, в котором примерно нужно продвигать программу сети. У нас работа в этом направлении идет, вот, Григорий Вестин, у нее есть уже маленькая такая система в САУ, у которой поле зрения там 30 на 30 градусов, мини-мегатактура называется. Вот, значит, был упомянут такой инструмент, значит, в этом направлении, это мы идет впечатление. Были еще каких-то два инструмента упомянутых, которые я не смог понять, что это такое, но это радиоинструменты, вот ЛАСА и ФБТ, которые, я так понимаю, ориентируются на самом деле в значительной степени на поиске ФРБ, Fast Radio Bass, значит, быстрых радиовспышек. Но в то же время они будут, значит, хорошо приспособлены для работы с управлением сети. Вообще, надо сказать, что очень много общего есть в поиске вот этих быстрых радиовспышек и в проблеме с этим. Вот, есть оценки, что на Землю ежегодно обрушиваются сотни тысяч вот этих самых быстрых радиовспышек, а зафиксированы пока что только десятки. Значит, почему? Потому что используются совершенно неадекватные инструменты. Неизвестно, откуда придет следующая вспышка, а профессиональные такие радиотелескопы, они узконаправлены, они смотрят, грубо говоря, в эту точку неба, вероятность того, что туда, как сказать, вспышка упадет, она мала. Вот, значит, это вот такого типа инструмента. Значит, упоминались некоторые работы на ЛАФАРе. ЛАФАР – это, значит, низкочастотный радиотелескоп, вот от 10 до 240 МГц, который к тому же не телескоп, а это система телескопов. Есть несколько таких точек в Европе. Вот два доклада было, посвященных ЛАФАРу, значит, там в область низких энергий тоже ставится некоторая работа. Ну, вообще-то это не очень перспективно, потому что низкочастотный диапазон. Для СЭТи плох, из-за большой дисперсии электромагнитных волн при низких частотах, которые должны очень сильно искажать сигналы. Высокчастотный диапазон они гораздо лучше подходят. Значит, были доклады про сквер-километр РЭЭ-телесков, знаешь, который в Австралии строится. Там есть несколько подсистем, вот в частности, был специальный доклад про низкочастотную систему, которая работает от 50 до 350 МГц, вот уже какие-то элементы, я так понимаю, существуют. Значит, это тоже речь о синтезированных апертурах, это решетка антенная. Вот это вот другая система, вот она обсуждалась на конференции водоларидины, которая в прошлом году была, значит, это тоже антенная решетка. Значит, здесь тоже все уходит в компьютер, и в закон Мура, насколько быстро все это будет развиваться. Ну, это вот просто некий общий вид, полис телескопа. Там, значит, разные подсистемы есть в этом РЭЭ-телескопе, в системе. Значит, на этом докладе выступала вот великолепная Джилл Тертер, которая здесь, правда, не очень хорошо что-то видна. Вот, к сожалению, в сети ее доклад записан без звука. Такое впечатление, что звук был выключен специально. То есть она не хотела, чтобы ее слышали, но увидеть слайды ее там можно. Там, кстати, очень хорошо сделана трансляция, там слева отдельный слайд, вправо показывается докладчик, и, значит, слышен звук. Вот в этом слайде все ее видны. Ну, в основном она рассказывала о Альеринском телескопе своем, который до сих пор не достроен, там только 43 тарелки из, по-моему, там 200 щек, которые тут должны быть поставлены. Ну, вот тем в менее она говорила о том, что это хороший прототип для разработки методики обработки данных, для телескопа Square Kilometer Array, который был когда-то построен. Ну, кроме того, она говорила о каких-то там других еще перспективных инструментах и необходимости поддержки всенаправленного оптического сетя. Вот всякие она показывала картинки, где и оптические телескопы, и, видите, антенные решетки разнообразные. А вот, значит, уже не из этой конференции, но тематически тоже к ней очень близко подходят. Вот, значит, где-то было известие у телескопа, который называется вот Шайм, мы лечаем. Это, значит, инструмент, сделанный именно для поиска быстрых радиосплесков, он уже работает, более того, он уже нашел даже какой-то очень странный радиосплеск с низкой частотой, ниже, чем это обычно наблюдается. Вот, но это вот как раз именно не то, что всенаправленное устройство, но это антенная решетка, которая там работает на суперкомпьютерах, как обычно это бывает, вот, и у которой, вот, видите, 200 квадратных градусов. Вот, это уже близко к тому, что нужно. Вот здесь вот уже, по идее, он должен много таких радиосплесков зарегистрировать, и тут уже реально работающее устройство. Видите, оно не очень большое, но его работа сопровождается очень большим компьютером, так как. Вот, ну, это вот, так сказать, по всенаправленной системе была информация, значит, всякие новости проходят по поводу звезды Тальби, так называемой, но это вот очень странная звезда, которая содержит, значит, которая имеет странные нерегулярные транзиты, из-за которых падает ее светимость иногда очень сильно, там, на 20%. Вот, новость же, вот, вот эта статья, вот, в июне была опубликована, состоит в том, что светимость этой звезды на фоне металлических всплесков при этом еще медленно, постоянно падает. Ну, вот здесь вот информация за три года наблюдений современных. Здесь вот разные кривые относятся к разным частотам, и, кстати, видно, что чем выше частота, тем ниже амплитуда колебаний, что говорит о том, что пыль здесь какую-то роль может играть, вот, которая длинные волны не рассеивает, а короткие волны рассеивает. Вот, значит, есть тренды нападений, еще здесь же, значит, были подняты архивные данные, и этот тренд нападения в архивных данных был обнаружен, начиная с 1890 года, вот, почему-то по 1990 только, а никак не по 2010, я уж не знаю, что там развал социалистической системы повлиял на что, но вот только до этого времени. И вот видите, что вот этот тренд существовал уже, оказывается, давным-давно, но что все это означает, непонятно до сих пор, значит, обсуждается. Вот, ну, и последняя новость, поскольку у нас семинар всякие космические философии, всякая гравитация туда входит, вот, последняя новость относится как раз именно к гравитации. Значит, здесь речь идет о, вот о чем. Это речь идет о квантовой гравитации, значит, квантовая гравитация существует сейчас около полутора десятков разных направлений, вот, самая известная теория струн, чуть менее известная, это первая гравитация, которая существует, к тому же, в двух апостасе, есть там форма канонического понтования, есть форма лентеграла по путям, которая называется теория пространственно-временной пены, есть еще теория причинностных множеств, а, да, есть еще теория брайтов, там, связанная с петлевой гравитацией, которая как раздают частицы стандартной модели, помимо всего прочего, есть всякие теории тромбегации, есть исчисления реза и так далее, вот еще там всякие игрушечные теории гравитации есть, вот, а здесь, значит, речь идет о направлении, которое называется некоммутативная геометрия, вот, вообще, вот этот некоммутативный геометр, во-первых, возникла она на рубеже 80-х годов, именно тогда, когда возникла, между прочим, и теория струнно-временной петлевой гравитации, вот, но поначалу это вообще не была физическая теория, это была такая специальная математика, вот, придумал это Алан Канне, вот, оглавление его книжки, даже не книжки, это первая глава книжки про некоммутативную геометрию, вот, если вы посмотрите сюда, здесь никакой физики нет, здесь одна математика, это были такие специфические некоммутативные обобщения алгебролической геометрии, вот, но постепенно это направление ушло в физику, вот, и пошло большое количество физических уже публикаций, и вот последняя статья, значит, собственно говоря, которая на меня и произвела впечатление, вот, совсем недавно была обработана, где-то тут она, ну, да, в октябре, значит, здесь вот в чем дело, значит, у этой самой некоммутативной геометрии есть два обобщения, одно обобщение называется квадронионное, а другое обобщение называется тензорное, вот, оба этих обобщения, они оказываются взвесно-исследовыми тривиальными, значит, потому что они не меняют функционал действия, которые входят в эту теорию, ну, и следом она не меняет уравнение движения, которое будет получаться. Но вот в этой статье было обнаружено, что если попытаться взять оба обобщения, тривиальных, так сказать, искрестить, возникает неодненное новое качество, вот, возникает нечто новое, нетривиальное, и вот здесь вот были получены такие примечательные результаты, значит, что здесь было получено? Вот эта вот теория, она, которая получилась совершенно непринужденно, предсказывает три поколения фермионов, прежде всего. Значит, три поколения фермионов получается попросту из-за трех мнимых единиц квадронионов и джика. Вот и все, очень простое происхождение. Ну, в теории есть два параметра, θ1, θ2, через которые предсказывается отношение масс, вот этих фермионов, которые возникают, хотя эти сами параметры θ1, θ2, в теории остаются свободными, так что отношение массы она предсказать пока не может. Вот, ну вот что она предсказала? Вот она предсказала вот такое вот удивительное соотношение, что масса этих трех поколений трех фермионов будет равняться две трети, вот видите, сумма корней в квадрате. Так вот это вот соотношение, оно реально в природе, значит, для некоторых типов фермионов с очень высокой точностью выполняется. Вот видите, для Е и Мютау, вот параметры, параметры θ1, d, которые здесь написаны, это отношение левого части к правой части равенства. Значит, точная единица означает точное выполнение, а вот реальный результат для электронов 0,9, 9, 9, 9, 9, вот видите, 3 девятки, дальше пятерки. Ну вот для кварков это немножко похуже. Вот для, значит, одного типа кварков 1, там и 3, а для другого 1, 0, 9. Ну вот любопытно, никто, конечно, пока не понимает, что это такое нумерология, или это какая-то физика, но вот это вот направление, оно, значит, дало вот такой обычный результат, и, в общем, заняло достойное место среди прочих направлений, значит, вхватываяся реализация. Вот, теперь я бы перешел к моему докладу, поскольку я сам был в докладчике, в докладчике, то я бы в разы правления перебылал на губерничью Гиндиусу, который, наверное, мой доклад сейчас объявит. Ну, докател, уже он отжимал. Ну, надо соблюдать, но это было. Ну, хорошо, коллеги, значит, вы видите, значит, доклад объявлен, значит, представляет слово «докладчик». Да, мне потребуется. Какие вопросы, я даже попытаюсь регулировать. Значит, мне потребуется час, или нам немножечко больше. Значит, прежде всего, история этого доклада, откуда он такой доклад взялся. Вот я в течение некоторое время сейчас читаю курс космологии для студентов космиков, шестикурсников, на Фельсфаке. Вот, и, значит, как бы определенные круги об этом прознали, и я был приглашен прочитать обзорный доклад по космологии перед отрядом космонавтов. Вот, это было сделано, действительно, в июне этого года. Ну, судя по достаточно живой реакции космонавтов, им было интересно. Ну, и вот я сейчас этот доклад повторю, тем более, что как бы я здесь уже попадаю в такой замкнутый лод, потому что такого рода доклада, они начинают жить собственной жизнью, как показывает мой опыт. Ну, там, хочется что-то поменять, хочется что-то добавить, потом разные люди начинают просить его рассказать. Ну, вот, поскольку меня уже, так сказать, сильно наболело, много человеком захотелось исправить этот доклад, я это исправила, я сейчас, значит, в этой исправленной форме такой немножко повзрослевший этот доклад расскажу. Вот, значит, «Вселенная мультиверс» – это действительно обзорная лекция, такая возможность популярная о космологии. Вот, ну, эта лекция, она популярная, но она позволяет поговорить о некоторых таких философских и методических вещах, о которых, на самом деле, не очень легко говорить в рамках специального курса, и вот поэтому я заодно пользуюсь возможностью, чтобы о них тоже поговорить. Ну, вот, собственно говоря, с чего все в космологии началось. Ну, вероятно, первой такой научно-космологической системой это была система Ньютона, значит, в соответствии с которой пространство является бесконечным и однородным, и время – вечно. Ну, вот тут вот есть формулировки Ньютона по этому поводу – абсолютное пространство по самой своей сущности, относительно к чему-то нибудь внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным, и вот про время, что оно само по себе по своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно. Ну, это пространство и время, но вот это и соответствует и космологическим представлениям Ньютона. Вот, и, как бы, вот эти вот представления, они не ушли в Землю, на самом деле, и они влезли в основу того, что сейчас называется космологическим принципом. Значит, правда, в этом принципе время не упоминается, но говорится о том, что пространство однородное и затрудное, ну, в скобочках, на больших масштабах, конечно, точно мы знаем, что и пространство находится в галактике, в зелёной планете и так далее, которое нарушает его однородность, но при усреднении по неким достаточно большим объёмам, оно действительно однородно. Ну, кстати, второе замечание, что вот здесь это название тавтологично, сказано, пространство однородное и затрудное, но на самом деле изотропии пространства, то есть равноправим все это направлениям. Однородность следует автоматически, но вот это очень легко понять. Предположим, пространство неоднородное, но есть, например, градиент чего-то, например, плотности, вот, и этот градиент сразу нарушает изотропию, то есть изотропия это более сильное свойство, чем однородность, так что можно было бы космологически применять, что, наверное, пространство изотропно, везде, на больших масштабах, это было бы достаточно, но звучит немножко не так наглядно. Вот, и первая такая космологическая модель, основанная на космологическом принципе вот этом самом, это была модель самого Эйнштейна, которую он построил вот тут же, как он её написал, после того, как он создал специальную общую теорию относительности. Вот, но Эйнштейн находился под очень сильным влиянием представления Ньютона о том, что Вселенная должна быть статической. На самом деле сейчас хорошо известно, что вообще-то вот такая статическая Вселенная Ньютона существовать не может, а будет неустойчива. Обязательно там должно что-то начать сжиматься, в других местах должны образоваться какие-то пустоты, и за бесконечное время этот процесс должен распространиться на бесконечные масштабы. Вот, но Эйнштейн находился под очень сильным, значит, впечатлением вот этой картины статической, и поэтому он потратил все силы на создание статической модели Вселенной. И, по-видимому, он был первым, кто увидел, что есть нестациональные космологические модели. Но он ужаснулся этому, и это заставило ввести вот этот его знаменитый лямбда-член, вот это уравнение Эйнштейна. И вот лямбда-член, который позволяет сделать Вселенную стационарной. Вот он это и сделал. О том, что он увидел динамические разные психологические модели, он писать ничего не стал. И вот была опубликована стационарная его модель, значит, где Вселенная представляет себя поверхность трехмерной сферы, на самом деле. То есть она сама поверхность трехмерная, сфера находится на кампу четвертмерного пространства, но она думать не обязательно, вот этот сферический поверхность, это просто внутренняя геометрия этого пространства. Вот. И вот тем самым был в теории введен лямбда-член, значит, в котором Эйнштейн разочаровывался, но, в основном, как все знаем, он оказался враг, что ввел его. Вот. Первая нестационарная модель Вселенной, вот так сказать, она была сделана тем, кто смог преодолеть вот этого дома унитона, это был Вильям де Ситро, это был тот же 17-й год, вот. Но его нестационарная Вселенная была очень странной, и она на современников, по-видимому, не произвела большого впечатления, насколько я понимаю, о том члене самого Эйнштейна. Я даже не уверен, что она не и знала, вот это мне осталось непонятным. Это, значит, была пустая Вселенная, как раз она была заполнена вот, исключительно лямбда-членом. Вот этот вот член Т, это материя, вещество, да, которое давает плотность, давление и так далее, а вот это вот, это лямбда-член. Вот. Модель де Ситро, она только лямбда-член содержала, ну, там, как известно, есть экспоненциальные решения, там все экспоненциально расширяется у него с женой, все наоборот, вот. Но большого впечатления этого не произвело, тем не менее, он уже понимал, что космология может быть нестационарная. Ну, и вот все действительно всерьез началось с работ Фридмана, это был 22-й год, а Фридман только в 21-м году вообще узнал о существовании общей теории относительности, вообще одним из первых в России, там, из-за событий, которые в России происходили, значит, было не до общей теории относительности. Вот. Ну, познакомившись с общей теорией относительности, он, значит, сразу получил вот это вот важнейшее решение. Ну, собственно говоря, вот то, что он получил. Это вот знаменитая система уравнений, которую получил Фридман, правда, за исключением лямбда-члена, который как раз Фридман не рассматривал, он как раз понял, что он не нужен, этот лямбда-член, вот, будут другие работоспособные модели Вселенных и без него. Вот. Ну, в систему уравнений, кроме всего прочего, значит, а, это масштабный фактор Вселенной, ну, как бы ее размер, если она какая-то шарообразная, а если она плоская, это просто какой-то масштабный фактор, там, есть открытые модели Вселенных, это, ну, какая-то ее нам кривизна, вот, туда еще входят два других уравнения, это закон сохранения ковыря, ну, собственно, закон сохранения энергии, переписанных в термину в общей терриотносительности, ну, и должно так идти в равнее состояние, вот эти вот три уравнения, они дают замкнутую систему, которая очень, на самом деле, легко решается, вот, сам Фридман получил много разных решений, вот, те типы решений, которые Фридман получал, там Вселенная может пульсировать, вот так вот, может она расширяться на бесконечности, может она расширяться на бесконечности разными способами, с замедлением, равномерно, с ускорением, вот все это здесь нарисован и все это Фридман принимал, но Эйнштейн Фридману сначала не поверил, он даже написал в редакторе статью, что статья не правильная, я нашел ошибку, значит, как оказалось, Эйнштейн сам в этом месте ошибся, потому что он, там, вариант производный перепутал с обычной производной, вот, и потом, значит, ему объяснили, что он ошибся, и уже в 23-м году, значит, что важно существенно раньше, чем мы учили видеть какие-то экспериментальные свидетельства в пользу этой модели, он ее принял, вот, начиная с 23-го года, эта модель как бы была и модель Эйнштейн тоже, он ее принимал, вот, и в 29-м году, а вообще-то говоря, кое-что об этом было уже известно, как сказать, на гуарном уровне в 27-м году, но в 29-м году это было опубликовано, значит, закон Хаббла, значит, Хаббл пронаблюдал красные смещения и интерпретировал их как, как раз смещение далекие галактики, интерпретировал их как, значит, ускоренное разбегание галактики к срослым расстояниям, что как раз соответствовало, в общем-то, больше, ну, Фридманским модели, извините, на связи с Фридманом часто упоминают Леметро, а он был позже, 27-й год, позже, да? 27-й год, Фридман 22-й, нет, вообще там модель Фридмана, Робертс на Роке, вот, точнее, еще товарищи подсоединились, но это был все конец уже 20-х годов, Фридман был действительно первым, кто сделал работоспособную космологическую модель. Вот, ну, хорошо, значит, Вселенная разбегается, значит, это было подтверждено, значит, в какой степи экспериментально, потом это постоянно уточнялось, но это стоит очень большой вопрос, значит, давайте мы посмотрим, а с чего, собственно, это разбегание началось. Вот, если это проэкстраполировать в прошлое, то ясно, что плотность Вселенной в какой-то момент там стремится к бесконечности, грубо говоря, она сходится в точку. Ну, если Вселенная, например, плоская, пространственная, она в точку не сходится, она сходится в бесконечную плоскость, в бесконечной плотности энергии. Это тоже надо понимать. А если она замкнутая, то она действительно сходится, ну, типа Гедиша, она действительно сходится в точку. Вот, значит, большой взрыв, значит, с нами вначале должно быть что-то очень конфактное и очень горячее. Ну, там еще некоторое время обсуждался вопрос, горячее или не горячее. В общем, стало понятно, что действительно горячее. Вот. Ну, и как убедиться в том, что это не фантазия. Ну, и вот, значит, было понято, что есть набор вещей, которые можно пронаблюдать экспериментально, которые в какой-то степени будут примерно наблюдения вот этого самого большого взрыва. Ну, во-первых, можно от большого взрыва вот этого просто наблюдать свет, он просто виден, виден в свете. Вот, значит, в какой-то момент эта плазма настолько остыла, что, плазма большого взрыва, что свет перестал не, так сказать, застревать, распространяться свободно, и мы можем видеть его до сих пор. Это то, что называется реликтовым излучением. И вот оно наблюдается сейчас, значит, придумал его Георгий Гамов тоже на соотечественных, вот его основные космологические работы с 1946 по 1948 год. И оно наблюдается как равномерное радиоизлучение со всех сторон, ну, которое соответствует температуре, вот 2,7 приблизительно десятых градусов. Значит, оно освободилось, вот плазма начала распространяться четыреста шестьдесят тысяч лет спустя большой взрыв, когда Селин был четыреста шестьдесят тысяч лет. Вот, но это все-таки довольно большой возраст, если считать от большого взрыва, значит, нельзя ли поближе посмотреть. Значит, тот же самый Гамов нашел еще один способ. Значит, он описал процесс первичного ядерного синтеза космологического. Вот, и эти модели первичного ядерного синтеза, они довольно хорошо предсказывают концентрацию разных элементов. Ну, там, в этом первичном синтезе появляются только легкие элементы, ну, там были, конечно, водовые гелии, и кое-какие-какие затопы легких элементов, их можно пронаблюдать. Вот, и по тому, что наблюдается, какие концентрации наблюдаются этих элементов, очень много можно сказать о том, что было приблизительно вот во время от две с половиной секунды до четырех с половиной минут от момента большого взрыва. В наблюдении концентрации этих элементов, это, практически, значит, прямое исследование, значит, вот этого времени, которое настолько отстоит от большого взрыва. Вот, когда начали появляться эти вещи, потом, когда Пензен и Сивилисов еще открыли микроволновое излучение, значит, отношения к этой странной динамической космологии становятся все более и более серьезными. Вот, эта теория развивалась, и постепенно, значит, в космологические модели стали проникать дополнительные ингредиенты, помимо, как бы, просто вещества и пустоты, ну, и излучения. Вот, и первым таким дополнительным ингредиентом было то, что сейчас называется темная материя. Значит, вот, там, может, где-то в 70-х или 90-х годах космология, это была космология вещества, излучения и темной материи. Вот, значит, темная материя, она совершенно не вчера была придумана, это страшно давняя выдумка придумал Фринц, где-то 37-й год. Значит, он сам обнаружил, он наблюдал скопление галактик Кома, вот, и обнаружил, что галактики там движутся гораздо быстрее, чем предсказывается теорема Вериала, вот, если бы все силы гравитации были обусловлены только видимым веществом. Значит, реальная масса, которая двигала эти галактики, была в несколько раз больше, чем видимое вещество, и он, собственно, придумал термин «темная материя», что, конечно, не очень хорошо, она никакая не темная, а прозрачная материя, ее просто не видно, ну, значит, название закрепилось, «темная материя». Вот, она видна многими другими способами, вот, я сейчас в курсе космологии, по-моему, 7 или 8 тестов называю, в которых видна темная материя, причем некоторые тесты очень сильные, но вот еще один очень известный тест – это кривое вращение спиральных галактик, которые тоже совсем, как бы, не новые, это тоже конец 30-х годов, значит, в чем тут дело? Вот если гравитация галактик обусловлены только видимым веществом, то скорость вращения звезд вокруг центра должна, она определенным образом совпадать по мере удаления от их центра, вот, а оказывается, что это не происходит, и на очень даже больших расстояниях звезды движутся вокруг центра с постоянной скоростью, например, в аэропорту Галактик и Галактик – 200 км в секунду. Значит, почему? Ну, потому что кроме видеовещества, там присутствует какое-то другое вещество гравитирующее. Вот, существует много всяких теорий, которые пытаются в этой же печи объяснить какими-то модификациями закона тяготения, но на самом деле, что очень важно, вот ни одна из этих теорий не проходит всех тестов, которые сейчас предлагаются, все тесты проходят только темная материя. Но с чего она состоит, до сих пор непонятно. Вот, на рубеже уже этого тысячелетия, значит, был обнаружен еще один ингредиент в космологии, который сейчас называется теплой энергией. Вообще, это очень похоже как раз на лямбный член Эйнштейна, но, может быть, это и не лямбный член Эйнштейна, может быть, это что-то немножко другое. Значит, обнаружено было при наблюдении сверхновых звезд типа 1А, которые являются так называемыми стандартными свечами. Вот блеск этих свечей с увеличением расстояния, точнее, красного смещения, которое, грубо говоря, пропорциональное расстояние, менялся не так, как было бы во Фридманской Вселенной, если бы она была заполнена только обычным веществом. Значит, они нам на самом деле быстрее приказали, чем положено, но вот отсюда, значит, стало ясно, что существует еще так называемая темная энергия. Вот, эта темная энергия, значит, довольно странным образом устроена. Плотность этой энергии, она положительна, но она создает отрицательное давление. И это отрицательное давление, ну, по модулю, там, единица, 2Hc равна единице, просто равно плотности. Вот. И в такой ситуации она должна составить антигравитацию. Вот это антигравитирующая какая-то субстанция. Вот. И вот эта антигравитация, она приводит к ускоренному расширению Вселенной. Значит, во Фридманской модели, которая считалась наиболее популярной за открытие вот этой самой теплой энергии, расширение должно было происходить с замедлением. Параметры замедления – это можно измерить. Его измерили, и он оказался отрицательным. То есть, искали, как замедляется, а обнаружили, что она ускоряется. Это была очень интересная история. Вот. Значит, теперь, таким образом, поймем обычные вещества, там, излучение вала, тёмная энергия, тёмная материя. Вот примерно так вот распределены их вклады. Значит, оказывается, тёмной материи вообще больше всего, если брать в абсолютном выражении, в смысле плодности энергии, там, 74%, тёмной материи просто много – 22%, но, так сказать, на всю прочую материю приходится 4 только процента, при этом звёзд и планет, таких вот уже компактных стратегических объектов, вообще всего 0,4%, а 3,6% – это газ, который ещё не оформился в какие-то более стандартные тела. Вот. Вот эта вот теория, теперь уже содержащая все вот эти ингредиенты, значит, она получила, так сказать, название лямбда-CDM модели, лямбда – это лямбда-член, CDM – это cold dark matter, вот она обозначает, как раз, наличие этих двух новых ингредиентов. Она сейчас очень хорошо разработана, и, значит, в истории Вселенной предсказывается много разных тонкостей. Это разные фазовые переходы, она меняла состояние, там происходили разные события с элементарными частицами, несколько раз там происходили эпизоды так называемого замораживания определенного типа частиц, значит, там частицы и так далее, и взаимодействие с прочими частицами. Вот. Вот в этой таблице, как раз таблица из моего курса космологии, значит, перечислены основные вот такие вот этапы, но я не буду говорить о подробностях, просто видно, что здесь происходит. Здесь время идет, вот начиная от самых ранних моментов времени, вот и сейчас. Вот, и температура меняется от очень больших значений до 2,73 градусов Кельдина, которые есть сейчас. Ну, как раз в зависимости от температуры вот эти всякие события во Вселенной проходили, вот они все перечислены. Вот, вот немножко теперь космологические, методические замечания. У нас теперь есть модели Вселенной, которые как-то работают и сопоставляют с наблюдателями данными, вот, и как в свете этих моделей выглядит космологический принцип. Вот, надо, на самом деле, вообще хорошо понимать, что никакую однородную Вселенную мы пронаблюдать не можем. Вот, если мы смотрим не на очень большие расстояния, ну, меньше, там, приблизительно, 500 мегапарсетов, то мы увидим просто крупномасштабную неоднородность распределения вещества. Это суперскопление галактик, это так называемые войды, такие дырки в этих самых распределениях галактик, там, размером иногда в сотен мегапарсетов. Вот, на таких масштабах не будет равномерности. Если мы возьмем большие масштабы, то тогда мы будем смотреть уже в другую Вселенную. Это уже будет не наша Вселенная. Смотря очень далеко, мы, например, смотрим в далекое прошлое. В далеком прошлом Вселенная была другая, но там была, например, другая средняя плотность. И поэтому никакого непосредственного наблюдения вот этой равномерности Вселенной мы сделать не можем. Значит, как происходит на самом деле? Вот этот вывод, он опосредуется модельным образом. Просто мы говорим, что, ага, если Вселенная в нашей модели равномерная, и она эволюционирует вот таким-то образом, мы должны увидеть то-то. Мы туда смотрим и видим, да, мы видим что-то похожее. И поэтому мы говорим, что, а вот сейчас, значит, она у нас на самом деле равномерная. Хотя вот этот расстояние принципиально недоступно в нашем наблюдении. Но вот в этом нет ничего необычного, надо сказать. Даже когда мы хотим измерить длину дышки стола в линейке, в линейке просто, мы все равно работаем в неких модельных предположениях. Например, здесь мы используем модель абсолютно твердого стержня в качестве линейки, которой мы не бывали. Вот, на модель мы это используем. Просто здесь модель очень простая, поэтому это не замечается. Вот, но вот здесь вот степень опосредованности моделью каких-то нам выводов, она очень сильна. Вот. И второе, значит, еще методическое замечание, что нужно понимать, что в космологии совершенно нормальным является скорость и больше скорости света. И это ни в коей степени не противоречит специальной теории относительности. Вот специальная теория относительности говорит только лишь, что сигналы нельзя передавать быстрее скорости света, вот нельзя передавать те сигналы, в которых можно обмениваться информацией. Или относительное движение материальных тел, близких, в одной точке пространства не может быть быстрее, чем скорость света. Ну почему? Тогда можно было бы с помощью таких быстрых фронтовских шариков тоже информация обменяется. Вот. Это запрещено. А вот в космологии из расширения Вселенной получается, что чем дальше от нас находится какой-то объект, тем он быстрее от нас удаляется. И более того, при стремлении этого расстояния к бесконечности, о наших условиях, как я буду говорить через некоторое время, это практически возможно сделать, потому что у нас в каком-то смысле почти бесконечное расстояние существует в нашей Вселенной. Эти скорости тоже стремятся к бесконечности. Вот. Космологические скорости могут сравниться к бесконечности, но ничего такого в этом нет. Это не те скорости, с помощью которых можно передавать информацию. Это просто как бы растяжение самого пространства. Вот. Ну вот такое вот, я сейчас вам нарисовал жизнеразные активы. На самом деле это называется космология горячего большого взрыва, то, что я рассказал пока что. В ней есть проблемы. Вот. И проблем в ней много. Ну вот они, проблемы с сценарием большого взрыва. Во-первых, в нем присутствует начальная символированность. Ну, собственно говоря, есть проблемы металлические. Просто у нас нет физики, которая должна, могла бы описывать вещество или там поле или еще что-то при таких экстремальных условиях, которые ожидаются в области большого взрыва и вообще неприятно, когда что-то формально стремится к бесконечности. Если у вас что-то стремится к бесконечности, значит, ваша теория ограниченная, они перестают работать, потом начинает работать что-то другое. Вот. Вторая проблема – проблема горизонта. Ну, вот это знаменитая карта. Значит, что это такое? Это карта анизотерапии микроволнового излучения. Это карта отклонения температуры неба в микроволновом фоне от среднего значения. Вот здесь вот минус пятьсот микрокельвинов, здесь пятьсот микрокельвинов, отклонения обозначены цветами. Где-то похолоднее, где-то потеплее. Вот. Есть отклонения, действительно, наша Вселенная не абсолютно однородна, но отклонения эти имеют масштаб вот пять на десять в минус пятой степени в относительных единицах. И вот, если внимательно, так сказать, посчитать, то оказывается, что вот в этой видимой картине находится примерно тысяча отдельных областей, которые между собой не были причиненно связаны на тот момент, когда возникло вот это излучение, которое мы сейчас видим. И нет никакой причины, почему бы эта температура была с такой фантастической степени одинаковая. Вот что-то их выровняло, но в рамках космологии Большого Назрелого эту причину найти невозможно. Можно просто сказать, что, ну, такие были начальные условия. Вот что и делалось где-то там восьмидесятых, до начала восьмидесятых годов прошлого столетия. Вот. Ну, эти начальные условия крайне искусственные, это, конечно, нехорошо. Вот проблема плоскостности, значит, наша Вселенная в наблюдении действительно выглядит очень плоской. Ну, вот можно показать, что в некоторых естественных единицах, я, так сказать, не буду объяснять точно, в чем они состоят, но на начало большого взрыва, вот, плоскость должна быть десять в минус шестьдесят третьей степени, чтобы она сейчас выглядела такая, как она есть. И это тоже ставит проблему совершенно каких-то невероятных начальных условий. Вот. Это очень тонкая подгонка нужных начальных параметров. Вот. Вот, допустим, что у нас все-таки там было не просто горячее большое, а совсем горячее, а произошло какое-то квантовое рождение Вселенной, изначально какого-то квантового состояния, пусть мы и не понимаем, как оно было устроено. Так вот, чистое квантовое состояние, они имеют антропию в равную нулю. Вот. А сейчас у нас антропия, ну, она там в разных единицах по-разному рождается, например, можно сказать, что это десять в девятой степени на один протон, можно сказать, что это, сколько там у нас, десять восемьдесят восьмой степени во всей видной части Вселенной энтропии, там некоторых удобных, ну, тех же самых единицах. Вот. Но она, в общем, велика. И вот, и к тому же можно показать, что процессы, которые происходят после горячего большого взаимодействия, они адиоматические, то есть они проходят без изменения энтропии. И вот совершенно непонятно, откуда взялось вот эта вот огромная энтропия изначального нулевого значения. Это, значит, называется проблема энтропии. Потом есть проблема первичных возмущений. Вообще непонятно, откуда они взялись и почему они такие, какие есть. Значит, мы опять вынуждены вписывать в виде начальных условий. А почему? Непонятно. Это опять какая-то тонкая погонка. И есть такая проблема еще в магнитных монополиях. Значит, она в общем состоит. Значит, вот вблизи сингулярности, значит, если мы просто приморение, беспополируем все назад, должны быть температуры очень большие и вообще бесконечно большие. И в таких условиях, как показывает наша теория поля, должны рождаться такие объекты, которые называются магнитными монополиями. Вот спрашивается, где они. Мы их не наблюдаем. Вот это вот проблема стандартного космологического сценария большого взрыва. И все они сразу были решены с одной единой точки зрения, которая называется инфляционной космологией. Вот возникла она в работах Алексея Старобинского, Алана Гута, Андрея Линды и Вячеслава Муханова в основном, хотя, конечно, было много других авторов. Первым был, несомненно, Алексей Старобинский. У него статья была публикована в 1979 году. За ним последовал Алана Гута с другим сценарием. А потом к нему присоединился. Ну, такой сценарий был другой по-другому устроенный. Значит, его быстро удалось улучшить Андрею Линду, вот это там у Ханкова и другим. Ну, здесь разные были сценарии. Старобинский сценарий был основан на квантовой гравитации, а у Алана Гута он с самого начала был основан на сценарии этого специального поля, которое называется инфлатоном. Это скалярное поле такое, которое как раз и вызывает то, что называется инфляцией, о чем сейчас я буду говорить. Ну, а Линда и Муханов и другие, они разрабатывали в основном сценарий на основе инфлатона. Вот, значит, основная идея вот в этой инфляционной, она вот в чем состоит, и предложил ее уже Старобинский, что после какого-то квантового рождения Вселенной, вот в чем он состоял, это до сих пор непонятно, в чем точно состоял, был период ее экспоненциально быстрого расширения. Это именно то, что называется инфляцией. Собственно говоря, это был период, когда на самом деле работало решение Деситтера. Вот, то есть Деситтер придумал на самом деле тоже работоспособную модель, хотя, конечно, то время оно мало притягло. Вот, потом этот сценарий начал быстро модифицироваться, и следующей очень удачной модификацией была дополнительная идея, которая называется вечной хаотической инфляцией. Это, значит, был сценарий Линда. Идея была в том, что вот это инфляционное расширение начинается с первоначального совершенно хаотического квантового состояния. И вот эта идея, она полностью снимает проблему начальных условий. Значит, утверждается, что начальных условий не требовалось вообще никаких. Здесь требовалось просто полной случайности, среди этой полной случайности в некоторых местах время от времени обязательно будут находиться места требованные для того, чтобы началось вот это само инфляционное расширение. Вот эта крайне красивая идея, вот это сразу очень сильно укрепило инфляционный сценарий, но важно, что здесь возникает сразу такой некий побочный продукт. Это побочный продукт состоит в том, что ваша теория описывает рождение не одной Вселенной, что нам хотелось бы, а сразу очень многих Вселенных, вообще бесконечного числа. Вот. Вселенная в этом сценарии рождается многократно и постоянно. Значит, мало того, что из этого периодичного хаоса непрерывно рождаются новые вот такие вот инфляционные пузыри, которые превращаются потом в Вселенные, на самом деле каждый инфляционный пузырь по пути своего расширения может порождать определенные квантовые флуктуации, значит, такого вида, которые могут породить новый процесс инфляции. Вот. И вот поэтому появился такой термин, что вечная и непрерывная инфляция, и плюс еще и хаотическая, значит, имеют в виду это начальное хаотическое состояние. Значит, вот эта инфляция, она практически во всех сценариях происходит в состоянии, которое очень напоминает вакуум. И, значит, здесь важно, чтобы был сценарий выхода из инфляционного расширения, который называется рейс-экзит в английской терминологии, значит, чтобы она закончилась горячим большим взрывом. Ну, вот в просеющих сценариях, так сказать, в основных, которые сейчас принято, лейтинга вот этот гуи, связанных с их платоном, там происходит такая очень простая вещь. Сначала вот это значение поля и Платона, которое называется рейс, довольно большое, а потом он сваливается вниз постепенно, он, собственно, с силой собственной динамики оказывается близким к нулю, и оно находится в таком ямоподобном потенциале, оно начинает там колебаться внизу дна. Вот. Эти колебания очень интенсивные, а это поле связано взаимодействием со всей прочей материей, и оно просто ревиально начинает материю излучать. Вот точно так же, как движущийся электрический заряд излучает квантоэлектромагнитного поля. И вот это вот излучение материи, это и есть горячий большой взрыв. Вот были колебания поля и Платона, превратилось все это в очень горячую материю. Так что здесь тоже выход есть. Наиболее характерная черта практически всех инфляционных сценариев заключается в том, что Вселенная, значит, она не просто расширяется, а она расширяется в какое-то совершенно невообразимое количество раз. так сказать, то, что мы, вот та Вселенная, в которой мы живем, может оказаться, ну, вот так, примерно в 10, в степени 10, в степени соты раз больше, чем та область, в которой мы надвигаем. Очень легко. Может быть, и еще больше. Может быть, и меньше, но вот сценарии, в которых меньше, они уже выглядят несколько искусственно. Как раз более искусственный сценарий, где вот это число чрезвычайно велико. Вот, и как теперь инфляция объясняет все проблемы с наоборотами? Ну, проблема сингулярности. Нет никакой начальной сингулярности в этом сценарии, есть начальный квантовый хаос, с которого все и начинается. Значит, другое дело, что мы должны писать квантовую теорию гравитации, чтобы описать этот хаос, но здесь уже нет никакого парадокса. Значит, проблема горизонта. Значит, за счет очень сильного и растягивания вот этого инфляционного значительно с очень маленького кусочка, на самом деле, все, что мы видим, оказывается причинно связанным. Все началось, грубо говоря, с одной единственной точки. Вот, и поэтому удивляться не приходится, что все действительно другом такого отдела одинаково. Значит, проблема плоскости, ну, это совсем просто. Вот представьте себе воздушный шарик. Он сдутый, и он такой не очень ровный. Если мы его надуем, все неровности расправляются. У него поверхность становится локально плоской. Вот это ровно то, что мы видим. В начале вся Вселенная, когда она начала расширяться, она была там как угодно и сжеванная, но из процесса инфляции все это разглатилось, и она стала практически плоской. Значит, предсказание есть у инфляционного сценария, которое надо проверять. Виденная Вселенная должна быть плоской. Вот она проверяется, и с точностью там сейчас около процента уже это подтверждается. И это точность растет. Значит, проблема энтропии. Вот она как раз решается в завершении горячего большого нутрина. Начинает колебаться полиэнфлатоновый в этом самом минимуме, и излучает материю, при этом растет энтропия. И вот, после того, как большое время закрошилось, после этого уже начинается адриобатическое расширение Вселенной, когда энтропия не меняется. Значит, проблем первичных возмущений. Вот эти возмущения, их можно просто вычислить. Это на самом деле квантовые возмущения, квантовые флуктуации того самого полиэнфлатона, вот этого скалярного, которое привело к возникновению инфляции. Но спрашивают, а как квантовые эти флуктуации могут стать такими огромными? Вот они имеют сейчас на них космологический размер. Значит, тут механизм очень простой тоже. Вот если взять квантовые теории поля, то значит, вы увидите, квантовые поля не флуктурируют, причем плотность мощности этих флуктуаций растет с частотой этих флуктуаций, то есть с уменьшением масштабов этих флуктуаций. Ну и, в принципе, они там растут почти без количества, здесь там должно обрезаться, но это очень большие причины. Но вот эти большие флуктуации на очень масса и маленьких масштабах мы не можем наблюдать, они просто усредняются на наших масштабах. А что происходит при инфляции? При инфляции все, значит, масштабы флуктуации чудовищно растягиваются, и в том числе вот эти флуктуации при очень больших, на очень маленьких масштабах, которые имеют очень большую амплитуду, они мгновенно растягиваются до большого размера. И вот то, что мы видим, это именно растянутые инфляции, вот те вот первоначальные квантовые флуктуации на очень-очень маленьких масштабах. То есть проблема тоже решается. Более того, там все можно посчитать, вот это предсказывается спектр этой инфляции, так называемый плоский спектр, говорится на земной швы и тому, что другого. Вот, проблем монополий. Ну, во-первых, не факт, что у нас вообще в момент большого взрыва достигаются очень большие температуры, при которых могли возникать и сам монополий. Ну, в разных сценариях, при разной температуре происходит горячий большой взрыв, а монополий очень тяжелые, нужны очень большие температуры. Может быть, эти температуры убросили достаточно, поэтому никаких монополий как никогда не было, так и сейчас нет. Но монополия, на самом деле, могли существовать еще до момента большого взрыва. А вот если они существовали до момента большого взрыва, то мы их все равно не увидим. Почему? Потому что инфляция разбрасывается на, так сказать, огромное расстояние, и, может быть, мы во всей нашей видимой вселенной имеем, например, один магнитный монополь, или вообще ни одного, поэтому они не наблюдаются. То есть, видите, инфляционный сценарий, он достаточно, естественно, разрешает сразу все загадки космологии горячего большого взрыва в нашей теме, в нашей привлекательной. Ну и вот космология горячего большого взрыва плюс теория инфляции сейчас составляет то, что называется стандартной космологической моделью. Значит, вот здесь важно, что входит именно идея инфляции, потому что конкретные инфляционные сценарии могут быть разные, и сейчас существуют суммы. Идея инфляции, она как бы принимается почти всеми, хотя есть и альтернативы, между прочим. Вот. И, значит, эта модель очень красива, в том смысле, что она имеет всего шесть подгоняемых параметров, и с помощью вот этих шести параметров придается объяснить практически все, что мы сейчас наблюдаем. Эти параметры, шесть штук, они являются экспериментально измеряемыми. Вот. Ну, то, насколько хорошо это все работает, вот видно, насколько хорошо предсказывается вот эта картинка, которую мы должны наблюдать. Для этой картинки вычисляется то, что называется спектром угловой мощности, спектром мощности неравномерности для разных углов. Вот. И строится такой график. Вот здесь по оси абсцисс откладываются вот эти числа L. Это, на самом деле, номера угловых мультиполей, по которым раскладывается эта картинка. А фактически это углы. Значит, чем больше номер, тем меньше углов. Вот. Так что, здесь я в сторону уменьшения углов. Здесь вот большие углы, здесь они совсем маленькие. Вот. И вот спектр мощности этих угловых взмущений, он, значит, просто измеряется по видимой картине. И вот экспериментальные точки, вы видите здесь. Это точки, полученные именно измерением реальной картине. Картина красная кривая этой теории. Вот вы видите, насколько хорошо вот эта теория, которая основана всего на шести параметрах, описывает наблюдаемую картинку. Вот. Ну и наблюдаемая картинка, это, кстати, хорошее подспорье для уточнения, определения самих вот этих вот шести параметров. Вот. Теперь, значит, существует много разных альтернативных космологий. Вот. И чем... Ну, они разные есть. Например, красное смещение объясняется старением фотонов, там, и так далее. Ну, придумывается такой процесс, под названием старение фотонов, длинная шерка смесь, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, чем все эти сценарии отличаются от вот этой вот самой стандартной космологической модели? Они отличаются тем, что ни один из этих сценариев не описывает всю наблюдаемую совокупность данных. А вот этот вот сценарий описывает. Вот если появится альтернативный сценарий, который будет описывать все, что мы наблюдаем, то он станет реально сильным конкурентным. Но пока этого нет. Вот есть много энтузиастов, которые придумывают разные космологические модели альтернативные, но пока что они все неконкурентоспособны именно по этому параметру. и так далее. Теперь, есть ли в космологии, тем не менее, как бы загадки? Есть ли там что-то непонятное? Ну, конечно. Но чтобы понять, каким образом оно непонятно, значит, нужно познакомиться со мной еще важной вещью очень, которая связана с характером предсказаний космологии и возникающей отсюда проблемы космической неопределенности, которую называют по-английски «космик-вариат». А космическая неопределенность – это перевели в термин глухарного вопроса в своем двухсторонном курсе космологии. Значит, чем характерны предсказания современной количественной космологии? Они характерны тем, что предсказания касаются не нашей Вселенной, а они касаются какого-то странного объекта, который является бесконечным ансамблем одинаковых Вселенных, таких же, как наша, но с разной, так сказать, статистической реализации отдельных деталей. Математика космологии не описывает одну Вселенную, она описывает только ансамбль бесконечных Вселенных. А в наблюдении мы имеем единственный экземпляр этого ансамбля. И отсюда следует что? Отсюда следует то, что предсказания этой математики в принципе невозможно проверить с абсолютной точностью. Вот это совершенно новая ситуация в науке, и вот этим космология очень особым образом стоит среди других наук. Вот все другие науки, например, квантовая механика, она дает статистические предсказания тоже. Но эти предсказания в принципе могут быть проверены со сколь угодно высокой точностью. Вот берете какой-то эксперимент, повторяете его много раз, и у вас постепенно начинает натапливаться точность, где можно проверить квантовую механику с любой точностью. А здесь вот похоже на то, что происходит в квантовой механике, но вам разрешено сделать одно единственное измерение. А ваше предсказание касается бесконечного большого числа измерений. Ясно, что вы это предсказание квантовой механике не могли бы точно проверить, если вы могли бы измерить что-то один раз. Тем не менее, я не буду уже касаться деталей как, но кое-как в космологии это работает. То есть кое-какие предсказания как-то можно проверять, но плата за это велика. И плата – это как раз вот это самое обстоятельство, которое называется Cosmic Variance, значит, космическая неопределенность, которая нам запрещает проверять предсказания со скольной точностью. И вот это обстоятельство, оно прекрасно видно прежде всего вот на этой вот карте. Вот видите, стоят здесь ошибки. Вот эти ошибки – это не экспериментальные ошибки, как можно было подумать, это Cosmic Variance. Вот экспериментальные ошибки здесь, они совершенно ничтожны. Если их нарисовать, их не было бы видно, они такие сейчас маленькие, но они были бы едва-едва заметны. Но вот уже здесь их не было бы видно совсем. И вы видите, что есть отклонения экспериментальных точек вот в предсказанной картине. Вот характерное отклонение – это в самом нижнем, так сказать, мультиполе, это на самом деле квадрополь. Это такая фигура, типа, ну, вытянутого эллипсоина. Ну, когда с одной стороны много, с другой стороны много, а вот по экватору меньше, там, чего-то, да? Это речь идет о дезотерапии температуры. Вот вы видите, что он аномально маленький. Вопрос – почему он аномально маленький? Ответ – ответить на этот вопрос невозможно. Это может быть статистическая фруктуация, а может быть, наша теория работает нехорошо. И у нас принципиально нет никакого пути решить этот вопрос. Это здесь неопределенность столь же пандементальная, как принципиально определенности квадровой механики. Его преодолеть нельзя. Вот есть другая аномалия в районе мультиполей чуть больше 20. Видите, что-то провалилось. Почему это произошло? Это случайное отклонение или наша теория нехороша? Непонятно. У нас нет способа ответить на этот вопрос. Но не то, чтобы совсем нет. Я бы сказал так. Вот если бы вдруг появилась теория, которая совершенно естественно объяснила вот этот вот провал, как неизбежное следствие своих каких-то достаточно простых постуатов, мы бы так сказали, что, ну да, наверное, это действительно связано с этим. А пока у нас такого нет, нет такой теории, ну и тоже это не было бы доказательством, это был бы евристический такой вывод. Мы вообще не можем сказать, от чего это происходит. Мы можем только смотреть на это и цукть языком. Что-то там есть, а почему мы сказать не можем? То есть проблемы есть, и в значительной степени эти проблемы уходят как раз в космик-вариус. Это нерешаемая проблема. Здесь вот такая категория нерешаемых проблем. Вот еще один пример нерешаемых проблем. Оказывается, что Водрополь, это вот такая вытянутая фигура, и Актуполь, значит, вот такая фигура, которая немножко больше торчит в одну сторону, они, значит, они имеют какую-то свою ориентацию в пространстве, на самом деле эту ориентацию можно найти, и вот оказывается, что они ориентированы практически одинаково, хотя они должны были быть ориентированы случайно много, совершенно только относительно друг друга, и это невооруженным взглядом видно, что картинки вот эти вот как бы похожи, действительно, они имеют похожую ось. Вот эта вот одна и та же ось, вдоль которой они ориентированы, была названа осью зла. Вот есть такой термин в космологии 2 из 2. Более того, значит, есть указание на то, что мультиполь или равно 4 тоже скоррегирован с этим вот направлением. Значит, а должно быть случайно. А почему вот это получилось не случайно, спрашивается? Вот с низкой вероятностью, там, на уровне 5%, это и случайно смогла вот эта ориентация. Но вот вопрос, а что произошло? Это случайность какая-то вот такая маловероятная реализовалась? Или теория какая-то есть, которая естественным образом объясняет вот такой вот синхронизм? Вот непонятно. Но другое дело, что если будет, опять же, предложено естественная теория, которая сразу это даст, ну, мы тогда скажем, что да, наверное, так и должно было быть. Но пока совершенно абсолютно непонятно. И опять же, даже если мы будем иметь эту теорию, все равно не будет абсолютной уверенности, что это именно соответствие теории эксперимента, а не просто случайность. Вот это вот следствие такого особого аппарата, кваневая, значит, космология, которая описывает только множество вселенных, а не одного вид, значит, вот ограничено наших ограниченных наблюдений. Вот. Вот другой пример, я бы сказал, даже более серьезные проблемы в пространстве этой космологии, как называемый «австралийский виду». Это вот что такое. Это, значит, можно для далеких космологических объектов, даже если находящихся на обстоянии там многих миллиардов цветовых лет от нас, определить постоянную тонкую структуру. И вот было обнаружено австралийскими исследователями, откуда взялось название австралийский диполь, что в одном направлении постоянная тонкая структура немножко растет, а в другом направлении она падает, то есть она имеет такую вытянутую дипольную структуру. Вот. Это был 2010 год. Вот. С тех пор этот результат много раз переверялся. Естественно, что было много написано в статье, что это методическая ошибка и так далее. Вот сейчас, в последнее время, я что-то не нахожу в статье, где было бы написано, что это ошибка, а наоборот, наблюдается консенсус, что на некотором уровне удостоверенности действительно вот такое есть. Ну, по крайней мере, таких ярких отрицаний этого обстоятельства я в последнее время не нахожу. Вот картинка из статьи 2016 года. Это как раз как этот диполь расположен, ну, в одном направлении по небу, только здесь не, так сказать, не угловые координаты, здесь одна координата угловая, а другая координата амплитуда отклонения. Ну, вот видите, что характерная величина это отклонение 10 милость пятой степени, то есть маленькое, но оно измеримое. Ну, вот. А это вот как она расположена по координате прямого восхождения. Вот эти контуры, это, там, как обычно, один сигма, два сигма, три сигма, видите, что здесь сигма уже много, просто-напросто находится. Вот это отсюда видно. На самом деле пять стандартных отклонений, вот в этой статье. Хотя в других статьях написано, что не, никак не пять, два с половиной. Но все равно никто не говорит, что этого эффекта нет. То есть это что такое? Это нарушение космологического принципа, прежде всего. Не говоря о том, что это нарушение нашего представления о том, что такое фундаментальное и постоянное, это еще и нарушение космологического принципа, это нарушение анизотропии. Вот. То ли есть, то ли нет, будем разбираться. Вот. Ну и я прихожу в заключительную часть своего выступления. Значит, характерной чертой современной космологии является, значит, в той или иной степени наличие, или в той или иной виде наличие вот мультивселенной или мультиверса. Вот я буду пользоваться термином мультиверс. Вот. И теперь я расскажу, значит, что какие на самом деле бывают мультиверсы. Вот простейший мультиверс, я уже раз упоминал, это тот, который следует из теории хаотической инфляции. Просто на многих-многих вселенных разных местах образуется через механические сферы, уже мультиверс. Но на самом деле здесь, оказывается, можно вести такую достаточно нетривиальную классификацию, сделал этот вот Макс Тегмарк, такой американский графолог, изначально практически что-то году. Вот. Он выделяет мультиверсы четырех уровней, первого, второго, третьего, четвертого, значит, в порядке их гипотетичности. Значит, вы имеете в виду, что мультиверс первого уровня, он совсем не гипотетический, а он точно есть. Вот. Значит, что же такое мультиверс первого уровня? Значит, если только у нас вообще работает сценарий инфляции, то та самая вселенная, в которой мы прикружены, должна быть колоссального размера. Я писал эти цифры, там, типа десять степеней, десять в сотой степени. Вот. И это означает, что она развивается на очень огромное количество причинно-незвязанных кусков. Вот, примерно, как нарисовано на этой картинке. Вот. И эти куски, на самом деле, по сути дела, являются совершенно независимыми друг от друга. Они, принципиально, не могут ничего друг от друга узнать, потому что сигнал информационный не пройдет. Вот. Но в нашей Вселенной они все должны быть похожи друг на друга. Более того, в некоторых случаях они будут очень похожи друг на друга, что у нас уже эксплуатируется во многих, так сказать, формализмах и статьях. Вот, например, ну, существует вопрос, есть ли внеземной разум? Можно точно сказать, что внеземной разум где-то есть. Вопрос в том, каково расстояние до ближайшей цивилизации от нас. Но в рамках вот этого самого мультиверса первого уровня, значит, внеземной разум не просто есть, а есть планета точно такая же, как мы. И я там хожу, так сказать, вдоль кафедры и рассказываю ту же самую лекцию. Почему? Потому что вот этот мультиверс, он настолько огромный, что комбинаторным образом там возникает вообще все возможное, что может только существовать. Вот еще больше там есть миров, которые как бы немножко от нашего отличаются, еще больше миров, которые отличаются более сильно и так далее. То есть разнообразие того, что находится в этом мультиверсе первого уровня, оно просто совершенно расшибательное. Вот. Это вот такой простой, чисто механический, причинный мультиверс. То есть мультиверс первого уровня – это просто наша Вселенная? Это наша Вселенная, которая разбита, правда, причинно-безвязанные куски, которые можно считать отдельными Вселенными, такими, как вытащили карманными Вселенными, значит, вот такого локального уровня. Значит, второе – это то, о чем я вот фактически говорил, это мультиверс хаотической инфляции. Ну, вот тут разные схематические изображения этого мультиверса. Ну, здесь вот просто показано, что вот все они рождаются как бы из общего хаотического вакуума, но по пути они могут платить еще дополнительные вот эти самые, как сказать, веточки Вселенных, вот чтобы такая древовидная структура развивается. Вот. А вот на этой картинке, значит, нарисовано немножко другое. Вот. Здесь, значит, нарисованы некие картинки, которые там специальным образом показаны, как происходит флуктуация в поле Платона, вот, для того чтобы потом из него начало рождаться Вселенная. Вот. Значит, амплитудой вверх обозначена именно амплитуда в поле Платона, а цветом обозначен способ нарушения там спонтанной симметрии, вот у меня некоторого поля. Значит, это что такое? Вот у нас массовые гектарные частицы, например, образуются в процессе спонтанного нарушения некоторой симметрии. В зависимости от того, как именно она была нарушена, мы могли получить разную физику. И вот эти вот самые разные цвета на этой картинке, они показывают, что не только разные Вселенные могут образоваться, но и физика может быть разной. Вот. Это, значит, значит, изобретатель всей этой кухни – это Андрей Линдер. Вот это картинки просто из его статьи даже взяты. Вот. И вот картинка эта, она имеет одно очень важное такое философское значение. Вот в нашей собственной Вселенной наблюдается такое явление, которое называется «тонкой настройкой фундаментальных параметров». Под ними имеется в виду массы, фундаментальных частей, но постоянное взаимодействие разное, ну, С, Н, Ж тоже. Вот. И известно, что наша Вселенная, она, как говорят, взрывным образом неустойчива по отношению к изменению этих параметров. Вот. То есть для того, чтобы в нашей Вселенной мог возникнуть мыслящий наблюдатель, эти параметры должны быть очень тонко подогнаны. То есть спрашивается, кто это сделал, так сказать, Бог или какой-то другой механизм. Вот эта хаотическая Вселенная инфляция с разной физикой, она совершенно естественным образом объясняет эту тонкую подгонку, вот о чём и пишет Андрей Линдер. Это, так называемый, слабый антропный принцип. Значит, суть его заключается в том, что, на самом деле, Вселенная, когда в этом процессе возникает самая разная, в том числе подавляющее большинство из них, скорее всего, совершенно не придуманы для возникновения там ни жизни, ни тем более разума. Но есть вероятность возникновения случайного, удачного сочетания физических постоянных, и именно там возникают мыслящие наблюдатели, которые начинают обсуждать все вот эти вот вопросы. Вот, вот видите, вот таким естественным образом здесь, значит, объясняется тонкая подгонка. Вот, следующий – это мультивёрзг третьего уровня, квантово-мультивёрзг и Веретта, который существует, значит, в ранг многобировой Вселенной Веретта. Значит, что это за штука такая? Вот, квантовая механика, она состоит, как бы, из двух таких основных ингредиентов. Один ингредиент – это воронение шрепи, да? Воронение шрепи – это очень простая штука. Это, как бы, все физики понимают. Это уравнение. Это дифференциальное уравнение, которое, значит, ну, объектами этого уравнения является, значит, некий объект, который называется волновыми пунктами, которые описывают на состоянии гидарных частиц. И это такая вполне причинная вещь, эти дифференциальные уравнения решаются и вполне определённым образом предсказывают эволюцию квантовых систем. Там нет никакой случайности. Вот, а мы знаем, что квантовая механика связана со случайностью. Значит, откуда были эти случайности? Вот случайность берётся из другого ингредиента, который называется коллапсово-волновой функции при наблюдении. Значит, утверждается, что вот эта вот плавная квантовая эволюция при наблюдении, она нарушается. И вот способ нарушения, так сказать, вот этого финального состояния, значит, и порождает некоторую случайность. Что такое коллапсово-волновой функции? Никто никогда не понимал. И всё время перерыва существования квантовых механтов, значит, ломается копия в обсуждении, что в этом могло быть такое. Вот. И, так сказать, экстремальная одна идея, которая устраняет вообще эту проблему, вот, принадлежал Хью Эверейха, вот, которая сказала следующее. Ну, дорогие товарищи, мы все понимаем, что такое уравнение Шридингера, и никто из нас не понимает, что такое коллапсово-волновой функции. Давайте рассчитать, что никакого коллапсово-волновой функции нет. А вот эта вот случайность, которую мы наблюдаем, это просто субъективная случайность нас, как наблюдателей, погружённых в квантовую реальность. Вот. Как это получается? Вот сейчас будет такая небольшая математика, но не пользуется, я сейчас объясню, это не так страшно. Как она возникает? Вот, смотрите. Рассмотрим простейшие измерения. Простейшие измерения – это измерение систем с двумя состояниями, и вот одно из простых таких систем является измерение просто спиночастицы, ну, если спина одна-вторая, она может быть направлена либо вверх, как мы говорим, либо вниз. То есть у измерения может быть два разных исхода. Теперь, значит, квантовая система могла находиться в суперпозиции состояний. Ну, в данном случае спин вверх, спин вниз. Вот пусть вот это вот таким вот образом записывается. Вот состояние спин вверх, ну, вот так вот здесь обозначено, это называется обозначение дирака, вот спин вниз, и эти два состояния, они между собой квантовым образом перемешаны, и мы в эту вот смесь входит то, что называется квантными апплитудами А и В. И теперь, допустим, мы с помощью прибора, который находится в начале в состоянии, которое как бы начальное называется D0, значит, D от слой девайс происходит, естественно, это система измерения. И никаким, значит, проекционным постулатом мы пользоваться не хотим, хотим пользоваться квантовой механикой. Значит, квантовая механика нам предсказывает, что эволюция вот так называемая унитарная, и поэтому что произойдет? Вот такая вот смесь, значит, вот состояние системного состояния прибора, она перейдет тоже в суперпозицию. Вот, я здесь забыл написать вот это состояние, к сожалению. Вот, если состояние, значит, возникла корреляция двух квантовых состояний. Одно из них – состояние спина вверх, и прибор показывает, что спин направлен вверх, значит, если прибор хороший, он должен хорошо работать, он должен это показать. Вот, а если состояние вниз, вот, к сожалению, я попустил здесь эту скобочку, да, здесь стрелочка вниз должна быть, то и прибор покажет вниз. Но все вместе остается в состоянии какого-то квантовой прогерентной суперпозиции. Вот, тут нет никаких двух исходов. Здесь исходы существуют два одновременно. Вот таким образом, значит, Эверет сначала описал измерение, потом и сказал, ладно, вот я описал измерение, но у измерений есть наблюдатель. Вот, давайте мы введем в эту систему наблюдателя. Будем описывать его волновым вектором М. Вот, вначале, перед началом измерения он находился там, это как бы его разум маленький, в состоянии 0, М0. Вот, а после измерения, которое дается, значит, унитарной квантовой эволюции, у меня получится два суперпозиции двух состояний, и в нее входят два разных состояния разума наблюдателя. Значит, если система находилась стрелочкой вверх, и показал прибор стрелочку вверх, то, значит, мы в своем разуме отобразим этот исход измерения, будет разум, так сказать, со стрелочкой вверх. Вот, то, что сейчас получилось, уже называется многоразумной интерпретацией квантовой механики. Вот, а уже не сам Хьюи Веретт, а Джон Арчибальд Уиллер сделал следующий шаг. Он сказал, а давайте мы в эту картину введем весь остаток Вселенной. Вот он. Вот она находилась в состоянии у 0. А после измерения, после того, как мы увидели, что стрелочка вверх или стрелочка вниз, мы, соответственно, наши действия были разные. И Вселенная в одном случае перешла из-за этого в состояние со стрелочкой вверх, вот она отобразила результат измерения, что он вверх направлен, в другой вниз. И что здесь произошло? Здесь состояние всей Вселенной расщепилось на два ватара. Вот это вот и называется многомировой интерпретацией квантовой механики. Значит, здесь нет никаких спекуляций. Здесь ничего не придумано нового. Наоборот, здесь есть отказ от старта, здесь есть от проекционного постулата и попытка последовательно следовать уравнению Шрейдингера. Больше ничего. Это вот неизбежное следствие при применении уравнения Шрейдинга любым вообще физическим системам. То есть либо мы должны считать, что есть система, которой уравнение Шрейдингера что-то не описывается, то абсолютно нелепо. Либо мы получаем многомировую интерпретацию квантовой механики. Это такая альтернатива. Ну вот, и все это имеет непосредственное отношение к нашей жизни. Это наши мысли, они рождаются где-то на любом квантовом уровне, там внутри нейронов или где-то еще. Там происходит процесс типа измерения спины, и из-за этого наша реальность непрерывно плодится на квантовые рукава, вот как нарисовано на этих картинах. Вот встречается мальчик и девочка, не сходить ли нам выпить, значит, дальше у кого-то что-то в голове щелкает, возникают две альтернативы. Значит, в одном случае нет у меня, нет времени, и вот, значит, финал такой, а в одном случае новая семья, там и новые люди. Вот два разных, две разных вселенных, две разные состояния. Ну вот такая картинка на листе примерно то же самое, и вообще в интернете можно найти много подобных картинок. То есть, это все достаточно серьезно. Вот. Значит, сам Макс Тегмах придумал мысленный эксперимент, который показывает, как рождается понятие субъективной случайности для наблюдателя, погруженного внутрь этой квантовой коэфференции. Только он более простой. Значит, здесь самым важным оказывается то, что сознание, оно, сознание наблюдателя, оно как бы планируется по разным квантовым ветвям вот этой многомировой вселенной. Вот. Его мысленный эксперимент такой. Вот, допустим, рассмотрим, значит, некого наблюдателя. В какой-то момент он там засыпает, например, меня, его нацепляет, и пока он спит, его состояние, предположим, можно клонировать на два экземпляра. Вот. Значит, получается два экземпляра этих наблюдаемых, и эти два экземпляра наблюдателя помещаются в разные комнаты. Значит, в одной комнате написано, комната имеет номер один, вторая комната имеет номер два. после чего наблюдатель будется. И вот этот наблюдатель чисто, значит, субъективно обнаружит перед собой чисто случайный номер. Вот он истинно случайно будет номер один или номер два. Вот клонирование сознания наблюдателя с субъективной точки зрения этих клонов наблюдается как случайность. Вот и всё. Вот вывод Макс и Терберка, и вот эта модель, она очень хорошо согласуется ровно с тем, что мы видим в квантовой механике. Вот на уровне многомерологической интерпретации сознания клонируется по разным ветвям, а на уровне наблюдателя есть ощущение случайности. Вот это именно ровно то самое и есть. Вот. Вот теперь моё небольшое добавление, который мыслим на эксперимент Макс и Терберка. На самом деле состояние наблюдателя клонировать нельзя. Особенно если оно описывается какими-то квантовыми процессами, а квантовая система не клонируется. Но вот что можно действительно сделать? Мы можем сделать не наблюдателя, а мы можем сделать искусственный интеллект. Вот сознание искусственного интеллекта, так сказать, оно точно клонируется. Вот сделать копию программы работающей нет никаких проблем. И вот этот самый эксперимент можно повторить с искусственным интеллектом. И вот тогда искусственный интеллект обнаружит перед собой именно вот такую вот чисто случайную картинку. Мы можем заставить там написать их отчет, и они в своем отчете напишут. Я обнаружил случайное число там один или случайное число два. Вот. А если мы вот это вот планирование сделаем несколько раз, такую цепочку планирования, то мы сделаем так, что субъективно эти самые искусственные интеллекты перед собой видят просто цепочку настоящих случайных чисел. Вы смотрите, обычно считается, что в компьютере можно генерировать только все случайные числа. Нет. Вот в этом эксперименте генерировались настоящие случайные числа, но эти настоящие случайные числа являются случайными числами только с точки зрения наблюдателя, погруженного в эту моделирование системы. А с нашей, вот есть даже такой термин, орлинная точка зрения или грушачья точка зрения, с нашей орлинной точки зрения есть никакой случайности нет. Мы просто видим вот этот вот терем, который перед нами лежит и все. А если этим искусственным интеллектам доступно, так сказать, восприятие только вот их траектории движения ничего, то каждый из них обнаружит цепочку истинно случайных чисел. Вот, значит, все это хорошо тем самым работает, вплоть до того, как возможности экспериментальной реализации. Вот не безумие ли предполагать, что вся Вселенная находится в квантовом состоянии, описанном единой волновой функцией? Она все-таки слишком большая. Все-таки именно эта идея лежит в основе глагомировой интерпретации. Но, может быть, Вселенная слишком большая для того, чтобы описываться волновой функцией? Да нет. Вот та самая ястрофия микроволнового фона, которую мы наблюдаем, она описывается чем? Именно квантовыми флуктуациями полиэнфлантурных. Это квантовые явления, имеющие вселенский масштаб. То есть наша Вселенная, по крайней мере, в момент завершения большого взрыва, или даже не в момент завершения большого взрыва, а в момент отрывного излучения количества, она точно была квантовой. Ну что бы и сейчас-то квантовой тогда не было. То есть все это довольно серьезные вещи, поэтому вот к этой самой картинке мультимёртца третьего уровня нужно относиться достаточно серьезно. Вот. Теперь. Ну вот здесь вот возникает такая философская металлорическая проблема. Что такое вот этот самый мультиверс? Смотрите, построения, другие вселенные мультиверсы, они для нас принципиально недостижимы. Ну, по крайней мере, там, если предполагать, там, картовые нормы, какие-нибудь другие способы передвижения, непонятные пространства, на уровне той теории, которая сейчас есть, это принципиально недостижимы объекты. Значит, спрашивается, вот есть они, нет они, является ли это досужей фантазией теоретиков, или что это вообще такое? Значит, суть тут такая, что вот есть у нас теория, она дает хорошие предсказания, проверяемые, она, во-первых, она описывает то, что мы наблюдаем, вот так она дает проверяемые предсказания, но работает она, только включая в себя такой ингредиент, как мультиверс, вот без него она не работает. Вот это вот особый такой случай, который возил в науке, вот видите, это второй случай, он выделяет космологию, среди других науков, значит, существование на них странных, ненаблюдаемых, но неустроимых объектов. Вот, то есть это никакая не выдумка теоретиков, не нужно было теоретикам никакой мультиверсов думать, просто не работает теория без мультиверсов, вот в чем дело. И мы не можем объяснить, мы наблюдаем по картинам на небе, не используя понятие мультиверсов. Поэтому в каком-то смысле можно говорить, что то, что мы видим, и есть в правильности и сиденье, сам в пользу существования мультиверсов. Вот, и теперь последний самый уже выдумок Макс и Термах – это мультиверс четвертого уровня, так называемый математический мультиверс. Значит, здесь я вот немножечко усилию сейчас изложение Термах, своими собственными, так сказать, измышлениями. Значит, вот этот вот первый пик я добавляю к осмотрению Макс и Термах. Вот, что такое есть математика, или, точнее говоря, что такое есть математический объект. Ну, рассматриваем такой мультиверантный математический объект, типа, там, кучик далекого десятичного знака, там, у меня написано, триллионный, ну, можно рассмотреть сто триллионный знак десятичного разложения, корни из двух. Вот это, этого десятичного знака сейчас наверняка никто не знает. Но если его начать считать, это не так уж сложно сделать, то можно заранее предсказать, что результаты вот у всех одинаковые. Значит, почему? Ну, потому что этот сто триллионный десятичный знак существует до того, как его начали вычислять. Он существует сам по себе. Вот. В неком таком абстрактном, не абстрактном, но вполне реальном смысле, в том, значит, реальность здесь заключается в том, что он узнаваем объективные методы, и он позволяет давать более того проверяемое предсказание. Проверяемое предсказание является то, что любое вычисление даст тот же результат. Эта ситуация фальсификации возникает. Значит, можно его фальсифицировать по поперу. То есть, если вам предъявлено два вычисления с разными результатами, значит, этого знака и не существует. Вот. Значит, где начинается фальсификация попера, кончается философия. Вот. Поэтому реальный статус математических объектов – это не философский вопрос, это вопрос эксперимента. Вот. Значит, мораль отсюда какая? У мир математических объектов – это реальная вещь, это реально существующий мир. Значит, не надо путать с математикой его. Математика – это наука, которая познает этот реально существующий мир математических объектов. То есть так же, как есть реальный мир, так сказать, массоэнергетический, есть наука и физика, которые узнают этот реальный массоэнергетический мир. Вот физика и математика – это, конечно, введунки людей, а вот физический мир и математический мир – это реально существующие вещи. То есть математика – это есть, грубо говоря, вещи, математические объекты, есть объективно существующие вещи, хотя они, правда, существуют каким-то внепространственным образом. Но существовать объективно не означает существовать в пространстве времени. Вот, теперь, я тут укончил со своей ставкой, а теперь что брали Макс Терва? Макс Терва говорит так. Вот смотрите, мы познаем физический мир. Мы познаем его все глубже, глубже, глубже. И вот у нас есть две альтернативы. Либо мы думаем, что это сознание может продолжаться до бесконечной глубины, то есть какие бы мы новые объекты не узнали, они будут состоять из чего-то еще в каком-то смысле, может, в сложном смысле, не таком, как мы сейчас думаем. Либо в какой-то момент эта бесконечная регрессия оборвется. Вот, и что будет, если эта регрессия когда-то оборвется? Что мы получим в конце? А в конце мы получим объект, лишенный структуры, именно потому что дальнейшая регрессия невозможна. А объект, лишенный структурой, это есть математический объект. То есть если последовательность оборвается, то последней формой реальности будут математические объекты, всего упираясь в чистую, голую математику. Вот, например, единица. Единица не написана где-то на бумаге, единица или чат, а единица как таковая, как объект в математическом мире, это объект, лишенный внутренней структуры. Именно поэтому он математический объект. И в том же самом смысле, значит, конечной реальностью должна быть математической реальностью. Это вот такое рассуждение Макса Тейлова сказал. Ну, говорит он, хорошо, допустим, а почему именно такая математическая реальность, которая приводит к существованию нашего мира? Вот здесь вот он дает самый оригинальный ответ. А не почему. Вот нет никакой причины. Всякие другие замкнутые, непротиворечения математической системы являются в то же время независимыми существующими вселеннями математическими. А чем отличается наша математическая структура, в рамках которой мы живем, от других математических структур? Да только тем, что она достаточно сложная, настолько сложная, что в ней может быть реализовано то, что он называет самосознающая субструктура, ССС. Вот в ней может быть реализована самосознающая субструктура. И более того, скорее всего, это одна из простейших систем, в которых такая субструктура может быть реализована. А может быть, существует еще и более сложная система, которая чем-то будет от нашей отличаться. И здесь на этом уровне снова возникает тот же самый слабый антропный принцип, то есть наша физика такова, такая она есть, потому что она описывается математической структурой, допускающей существование самосознающейся структуры, при том, что есть новые другие структуры, которые ничего такого не выпускают. Но это в результате случайности. И с этой точки зрения, если мы хотим построить, например, теорию всего, то строить это из одного единственного постулата. Это звучит в следующем образом. Все непротиворечивые математические структуры существуют в то же время и физически. Вот и все. Это постулат, из которого можно вывести всю физику. Ну и он так оптимистично отсюда и заключается, что в принципе это означает, что Вселенная абсолютно познаваемая. Почему? Ну потому что просто-напросто нужно построить эту математическую структуру, догадаться, какая она такая и есть. Великолепные результаты можно добыть по теории постулаты Деда о повладении противовечивости. Ну это отдельный разговор не имеет к этому отношению. Имеет. Вот то деление на бесконечное опознание математики, оно в этом случае не имеет? Нет. Тут как бы прозгущал вопрос. Можете нам на него отвечать? Ну вы кончили. Я кончил, да. И прозвучал вопрос, от которого я сразу могу ответить, а по поводу любви вопроса. Значит, постулат Деда – это именно то, что придает нетривиальное существование математических структур. Вот каким образом? Смотрите, если бы мы знали, что мы… Значит, не теоремой Деда, там есть две теоремы Деда о полноте, а речь идет о второй теореме Деда о неполноте, которая говорит, что… Если бы мы были уверены, что математика не противоречива, тогда вот словесное описание вот этого 100-триллионного знака в разложении корней из двух, оно бы уже фиксировало бы этот знак. Но мы не уверены, что математика не противоречива, и не можем быть в этом уверены в теореме Деда, поэтому мы каждый раз должны это проверять. Они приведут у нас разное вычисление к разному результату. Они имеют право привести к разным результатам. Почему? Потому что мы не знаем, что математика не противоречива. И математика, на самом деле, это точно такая же экспериментальная наука, как физика. Вот об этом, в частности, совершенно недвусмысленно написано в первом томе «Бок-Баки». Там после того, как там всякие постулаты сказали, что мы должны честно признаться, что наша уверенность в непротиворечивости структуре не основана ни на чём твоём опыта. Прежде чем дальше вопрос, мы как-то, в общем, быстро перешли, давали похлопать. Интересный доклад, пожалуйста. Я в продолжение этого как раз. Во-первых, лучше, наверное, написать единственный постулат, который всего не физически, а реально, потому что физически это как-то, так сказать, в реальности существует. Ну, это немножко не дословок. Нет, не дословок, потому что вопрос как раз стоит в том. Ну, вот хорошо, я как раз вот в исследовании занимаюсь, как вы, наверное, все этими как раз проблемами. Но мне задают, кроме терапевтов, ещё один вопрос. Под коветкой. Ну, предположим, что, так сказать, что у нас действительно вот элементарно, на каком элементарном уровне всё сводится к голой математике. Да, что первичные объекты, они чисто математической структуры. Но как интерпретировать физические эти структуры? Понимаете? Как вот категории физические связать с свойствами внутренними вот этих первичных математических структур? Ведь интерпретация – это чисто металлитический процесс. Хочу я отрислю вот эту структуру там с частицей, да? Хочу споринг как-то, так сказать, хочу там с отношением, так сказать, вот как у Сергеевича Владимировича, хочу ещё чем-то. Вот этот вопрос интерпретации, как его решать в рамках парадигмы Тедмарка и Вашей? Ну, я думаю, что на каком-то ещё документальном уровне уже не будет ни болей, ни частей. Ну, хорошо, но что-то физическое должно быть. Вот они и есть точка. Мы можем придумать им какое-то название, что нам ничего не даст дополнительно, мы просто сможем их оперировать, но они списывают сами себя. Нет, мы придумать название, мы физически это не просто должны придумать, мы обязаны, так сказать, как-то интерпретировать физически, понимаете? А это однозначные интерпретации? Я понимаю. Я не знаю, насколько это понятно, но я думаю, что они являются своей собственной интерпретацией. Ну, как мы должны интерпретировать единицу? Да никак. Единица одна и десять. Я согласен, но когда мы переводим на физический язык, как сумма 0,5 плюс 0,5, например. Единица равна 0,5 плюс 0,5. Вот смотрите, что мы сейчас… Правильно? Правильно. Смотрите, что мы сейчас сказали. Есть вопрос в геомене. Что такое точка и что такое прямая? Ответ. Через две точки проходит одна прямая. Через каждую точку можно провести две прямые. Вот. Ответ дается в духе описания свойств. То, что вы сейчас сказали, это и есть одно из свойств единицы. Вот эти вот объекты, которые описывают сами себя, они, конечно, описываются отношениями, в которые они входят в другие объекты. И это и есть их исчерпывающее описание. Там нет ничего другого. Помогут так? Я не знаю. Пожалуйста, еще. Вопрос с попрещением. А комментарий не вопрос, а… Нет, комментарий будет. Если вопрос, давайте не будем путать комментарий. Вот сейчас пока вопрос. Есть еще вопрос? У вас еще вопрос? Ну, пожалуйста. По космологии вопрос. Значит, вот насколько я понял, вы начали все экраны 2 и экраны 3, потому что диполь, он объясняется просто в движении. А вот я забыл, или не знал, даже никогда. Вот направление движения диполя, то есть вот на ось диполя, да, вот это вот процент. Она в каком отношении с осью узла находится? Она совершенно случайно? В прямом. В прямом. В данном статье, что ось 2 на близках направлении кинематического диполя. То есть они точно не совпадают, но, в общем, это достаточно близкие. И там есть какие-то еще другие оси, даже я не все их помню. И они как-то вообще группируют своего кинематического движения, на самом деле, кинематического диполя. И на самом деле непонятно, почему они должны могут в него группироваться. Может быть, это какая-то методика еще не устранена, насколько я знаю. Ну, то есть я хочу сказать, что проблемы есть, может быть, они решаются тривиально, а может быть, не тривиально. А вот этот мукипой какой-то там 51 или еще какой-то там эта проблема есть. Я хочу спросить, что из вашего доклада высекает в программу поиска внеземных цивилизаций? Второй доклад или нет? Ну, то, что внеземные цивилизации есть, это просто абсолютно несомненно. Потому что Вселенная настолько велика, что их там не быть не может. И это приводит к определенному постановке вопроса. Не есть они или нет, а как далеко находятся. Так, Анатолий Николаевич. А вот в черном варианте, каково место простых чисел? Ведь есть числа обычные, а есть числа простые. Вы можете идти, так сказать, с бесконечности, и можете достичь простого числа. Оно само по себе не делится. Вот рассматривалось это тяжело? Ну, я думаю, что это частный вопрос. Простое число – это вообще, ну, это отдел отдельной разновидности натуральных чисел. Там есть числа, обладающие всякими другими способностями. Ну, как раз это самые бесструктурные, как бы, числа простые. Самый бесструктурно-математический объект – это пустое множество. И, кстати говоря, это очень интенсивно используется, потому что есть способ построения ряда, начиная с пустое множество, внутренний вариант. Вот первый объект этого натурального ряда – само пустое множество и есть. Единица – это множество, единственным элементом, который является пустое множество. Ну и вот так. Так, пожалуйста. У меня два вопроса, оба дилетантские. Прошу прощения. Первый – по поводу радиуса наблюдаемой Вселенной. Для меня была новость, что он больше, гораздо больше, чем 12,8 миллиарда световых лет. Каким образом этот радиус определен? По красному смещению, как я понимаю, это сделать уже нельзя. Нет, конечно, это вычислением определяется. А, вычислением. Там это достаточно, ну, законные изменения вот этого самого А, Т, ну, или масштабного фактора Вселенной достаточно хорошо известен. И то, насколько от нас улетел самый далекий объект, который еще можем сочетать, далеко считается. Он двигается со скоростью больше скорости света. Да, да, да. От Косми сделался так. Если он двигается со скоростью больше скорости света, как мы его видели. Вот, смотрите, у вас есть шарик, на нем растягивается пленка. Значит, шарик, свет по этой пленке может двигаться там со скоростью только один сантиметр в секунду. Вот, а при этом пленка еще сама растягивается. Вот, но тем не менее, значит, получается, что те точки, до которых свет долетел, они оказываются гораздо дальше, чем то расстояние, в котором мог пройти свет, потому что начальная точка, откуда он начал распространяться, она оттянулась этой пленкой очень далеко. На самом деле, второе больше, чем снять. Понятно. То есть, красное смещение в спектре этих объектов нам не дает объективную картину, я правильно? Объективную картину чего? Мы их не видим. А, мы их не видим. Мы не можем увидеть. Это как раз, неформально говоря, значит, те объекты, которые находятся на горизонте, они имеют красное смещение, равно бесконечности. То есть, нулевую частоту, и они ненаблюдаемы. То, что находится за горизонтом, значит, уже имеет какую-то там манибную частоту и ненаблюдаемость в принципе. Вот. То есть, сам горизонт событий мы наблюдаем как абсолютную чернотру. Это понятно. Это был первый вопрос. Второй вопрос. По поводу адиабатического расширения Вселенной. Значит, во Вселенной происходит структурирование материи, диспропорационирование энтропии. Жизнь возникает. В одном... Там, где жизнь структурируется, у нас энтропия убывает. Вокруг она возрастает. В сумме энтропия Вселенной растет или по-прежнему расширение адиматическое. Я понял. Значит, энтропия создается... Остается постоянное приблизительно. Значит, вот в каком смысле. У нас энтропия Вселенной определяется количеством фотонов, которых 10 в девятой степени штук на один протон. А вот все процессы, о которых вы говорите, связаны только исключительно с адронами, с протонами. То есть вот в этом секторе адронном, там, конечно, идет увеличение энтропии. Но оно находится на уровне 10-9 и 10-10 степени от общей энтропии. И поэтому практически это ни на что не влияет. Более того, еще там... Ну, там еще и черные дыры образуются, где сразу такие вспышки образования энтропии. Но все равно это мало по сравнению с энтропией фотонов. Я хотел спросить, значит, мы увидели статичную картинку на самом деле. Даже все эти мультиверсы в конечном варианте — это статичная картинка. А эволюция происходит, эволюция как изменение форм, там, изменение связей, изменение вещества, то, что вы говорили про большой взрыв, когда мы не знаем начальных физических условий и следующих, мы не можем, там, сказать, другие физические законы. Эволюция, она вообще существует в теории в этой? Или мы эту картинку только наблюдаем, статично описываемую, опять же, формулой со статичными принятыми вещами на сегодняшний день? Это первый вопрос. Давай я начинаю на первую точку. Значит, ответ такой, что существует две точки зрения — орлиная и лягушачья. Значит, картина статическая с орлиной точки зрения, эволюция существует с лягушачьей точки зрения. Понятно. С орлиной точки зрения эволюция нашего понимания Вселенной основана на наших вычислительных возможностях или на наших наблюдательных возможностях практических. И на том, и на другом. И на том, и на другом. Нет, нет, все вот эти странности, о которых вы рассказывали, надо совершенно четко понимать, что это результат наблюдения, конечно, исчезло. То есть никто не имел перед собой целью придумать что-нибудь странное. Странное пришлось придумывать для того, чтобы определить то, что мы видим. Нет, я к тому, что полностью отсутствует в описаниях, там, допустим, Винеровская, обратная связь. Просто она отсутствует. Ну уже как в превокии. Просто, ну, в описании, в теории, нет обратных связей, просто, вообще, то есть, нет обратной связи от раннего состояния, к позднему состоянию. Нет, 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 потому что именно обратная связь создает сознание и создаёт самоосознание, потому что без обратной связи… Без рефлексии, без рефлексии ничего невозможно. То есть у нас нет… а рефлексия построена на симметрии, а симметрия построена на каком-то физическом принципе, который организует саму возможность памяти, понимаете, то есть, да, все. Я бы вот таким образом ответил на этот вопрос, если вы примете этот вопрос, значит, вот наша картина, она не полна, и очень распространенная точка зрения, в том числе Линя об этом говорила, и многие другие, что более полное окончательной теории не получится, пока туда не будет встроено сознание. Нет, а зачем она нужна, это полная окончательная теория, если мы все время разными, да, ну да, все. Вопрос, пожалуйста, Минский предложил обобщенную теорию Линей, очень смелую теорию, как вы к ней относитесь, и как она соотносится с этим? Я вообще очень нежно, я не знаю, что Михаил Борисович, мы с надружили, я даже несколько статей написал, что мы сегодня, но... Я в качестве комментариев пару статей писал, по этой самой книге. Ну, есть там, на мой взгляд, некоторые нестыковки, есть там, на мой взгляд, некоторые нестыковки, но там есть и очень интересные постановки вопросов в то же самое время. И кроме того, вот, можно там недолюбливать всякий спиритизм или что-то такое, я к этому отношусь очень скептически, но все-таки такое ощущение, что в мире существует некоторый сорт явлений, которые, я бы сказал, происходят с экстремально сложными системами, которые, ну, не вписываются в нормальную картину. Ну, вот, я не знаю, там, случаи ясновидения, например, но некоторые очень яркие, но невероятно яркие. Ну, вот, их можно, обычно их можно списать на случайность, но случайность кажется невероятным. У меня у самого в жизни, наверное, один случай такой был. Можно списать на случайность, но это вот файн-дюнинг в последней стадии. Понимаете? У меня даже есть вопрос, но, более просто, наверное, и к началу ближе. Вот, все-таки, я не знаю, как происходит переход от, значит, инфляционного раздутия к состоянию, которое описывается на теории гречи в серии. Ну, вот. Значит, инфляция, она как описывается? Вот, вот, в простейшей теории инфляции он устроен просто вот таким вот образом. Вот. И инфляция происходит в тот момент, когда поле находится вот здесь. Вот. И вот в этом состоянии происходит очень быстрое раздувание. Но по мере раздувания поле спускается сюда. И когда оно спускается донизу, значит, здесь начинает работать другое решение, значит, в результате которого поле возникает, совершает очень частые колебания. Вот. 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 Это самая первая и некорректная модель, что потом оказалось. Ну, это я неправильно. Согласен. Да, 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 да. Это то, что называется натуральная инфляция, которая сейчас закрыта. Я просто общий принцип объясняю. Вот. А вот это вот поле колеблющееся, оно сильно связано с материей, просто какими-то константами связи. И здесь происходит то же самое, что происходит, когда вот заряд вот так вот дернете. Когда вы колеблюете заряд, он начинает испускать электромагнитные волны. Ну, или более точно, квантоэлектромагнитного излучения. Ну, а здесь, на самом деле, точно... Что такое испускание квантоэлектромагнитного излучения? Это рождение частиц электромагнитного излучения. Но здесь то же самое происходит. Просто рождаются как бы все частицы. И, значит, в результате что получается? Вот этот самый мультиверс первого уровня, правильно? Да, и вот здесь начинается горячий взрыв, вот это экспоненциальное расширение, оно останавливается, начинается расширение с замедлением, ну и там и наше вселенное, то есть не вот наша локальная, так сказать, ну, я так говорю, а именно мультиверс в первую очередь, с множеством, одинаковых, в результате вот здесь вот, а в результате. Да, да, да. Вот, грубо говоря, по всему этому мультиверс одновременно происходит горячий взрыв, вот в виде возрождения вот этих частей с материи, сразу тормозится инфляция, и начинается вот обычно уже такое регулярное космологическое расширение. Я сейчас представлял, что именно какая-то вот здесь, значит, горячая, одна горячая вселенная, наша, которая уже... А оказывается, здесь, значит, мультиверс в первую очередь. Конечно, да. Ну вот это, в принципе, это новое. Да, горячий взрыв, он сразу повсюду происходит. У Штерна очень хорошо описано, что вы говорите, Штерн, прорыв за краем мира, там вот это достаточно. Да, пожалуйста, популярный, ну, отчего, да, пожалуйста. Александр Ильич, знаете, вы говорили о этих параметрах, которые позволяют, так сказать, вот подогнать все данные, так сказать, да? Вот, ну, я понимаю, что они не однозначные, могут быть выборы, но примеры, какие они? Да, конечно. Мне кажется, лучших слишком много для фаршной теории, свободных есть параметр, да? Вау, выходишь вверх перечислил. Ну, тебе нет, потому что тем, структуры, скажем, есть. Ну, это они, вот эти вот три штуки. А, вот эти распределения. Да, ну, вот такого типа параметра. Постоянные Хаббла. Ну, не только они, постоянные Хаббла, там есть еще, там, РДИ, индексы, вот этих самых, которые имеют отношение к спектру Горисовича. Ну, такие вот вещи, такие вот. Ну, по-моему, шесть – это очень мало. Стандартные модели, чешусь, гораздо больше. Просто удивительно, что шесть параметров хватает. Да, я не очень спрашиваю. Акатемик Зварзин? Он биофизик? Это пиолог? Зварзин. Микробиолог. Кто говорит? Он биофизик, да? Микробиолог. 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 Так. Я не знаю, что будет речь. Ну, не в курсе я. Хорошо, еще есть? Нельзя. Ну, наверное, вопрос достаточно. Ну, не к нему, а уже. К обсуждению. Вы их хотели бы. По поводу направленности нашего семинара. Здесь как раз есть некие историко-философские, методологические соображения. Я их сейчас и выскажу. Вот в докладе, в самом докладе, здесь все прозвучало, о нем мультиверсии не было одного термина, который непосредственно связан с этим, это термин «альтерверс», который Николай Семенович в одной из своих статей по просьбе Михаила Борисовича Медовича. И который, к сожалению, не получился такого широкого распространения, хотя совсем не умер, а в определенном классе работ он рассматривается вот так сейчас. Альтерверс – это как раз те альтернативные вселенные, которые возникают в ходе третьего уровня, веретовского. И, собственно, вот этот тип многомерия, который Тегман, что он интересен к четвертому классу, является, во-первых, наиболее фундаментальным. Он свойственен любым другим многомериям, то есть любым другим вселенным. Если есть квантовая механика, если квантовая механика работает, то в ходе, кстати говоря, вот той самой эволюции, всякое событие всегда распадается на альтерверс, на ряд альтернатив, которые по эверету и представляют собой самостоятельные вселенные. И еще один, вот, кстати, именно так, методологический вопрос. Как-то недоосознанно до сих пор именно роль эверетовского вклада в понятие мультиверса, который сейчас вот завоевывает достаточно прочные позиции. Скажем, вот, лично мой опыт общения с теми людьми, которые здесь справедливо присутствуют к основателям именно мультиверса, и с Линдой, и с Мухановым, и с Тегмарком, ну, ты, если я, так сказать, лично, там, с Линдой, с Мухановым говорила, все подчеркивают, и, собственно говоря, их идеи, связанные с этими физическими принципами, они все, а, знакомы с эверетовской трактовкой, б, внутренне поддерживают ее, и вот именно работа эверетты 1957 года ввела понятие физического многомерия. До этого, так сказать, шелосовские, художественные и так далее, но физики, понятие многомерия до эверетта, как физическая концепция, они просто не представляли. При всех творцов инвестиционной теории, основой их, так сказать, духовного понимания, обязательно лежит многомерие, как физический принцип, от эверетта. Поэтому вот у меня, так сказать, эту идею я излагал, излагаю ее, вот, скажем, поддерживал и поддерживает Оршинов. Статья в журнале «Вопросы философии» так-таки и не пошла. Вот есть предложение считать все теории, связанные с мультиверсом, и, вопреки Тегмарко, третий уровень я вообще поставил первым, называть эвереттовским многомериям, потому что именно, повторяю, с эверетта и пошло физическое осмысление возможности существования многих миров. И, ну, в нашей, а теперь уже в нашей конкретной действительности, конечно, здесь нельзя не отметить Рона Мишал Борисовича, потому что он сумел, сумел, так сказать, первым на том уровне, который слушают физики профессионалы, эту идею высказать. Ну, здесь и, конечно, Дейнсбургу надо сделать глубокий вопрос. Виталий Лазаревич не верит, как вы помните, не верю я в это. Разрешил. И просто опубликовал. Но после этого еще и организовал дискуссию открытую. И в этом смысле, вот, и Виталий Лазаревич, и Михаил Борисович, они, так сказать, вот, эверетические идеи в мышлении русскоязычных, подчеркиваю, физиков, потому что на Западе, так сказать, тоже Тегмарк, и тот же Вальдин, и тот же Дойх, и так далее, и так далее. Да, но и у нас, надо вспомнить, Маркова и Муханова, которые первыми, первыми, так сказать, трактовку, такую трактовку теории Эдрея задавали, когда оказались возможными склейки между этими альтернативными ветвями. Ну, это будет, так сказать, отдельной его темой. Я-то сейчас повторяю, что к философскому цивилогическому, что вообще говоря, мультиверс – это понятие, относящееся к эллиреттовским многомириям. Вот роль эллиретта здесь не как одного из частных, а как основоположника физического осмысления многомирия, она недоосознанно, и я вот пользуюсь случаем, так сказать, в этой аудитории об этом говорю, и надеюсь, что в конце концов так оно и будет. Спасибо. Глядя, надо решить, вот как мы дальше будем. Либо начало, так и начало, после. Сразу как отвечать? Либо, так сказать, в конце. Для этого надо понять. Отвучилось сразу. Но для этого надо понять, сколько еще у нас желающих выступить. Пожалуйста, кто хочет выступить? Поднимите руку, раз. Пожалуйста, Виктор Викторович, ну, включай. Действительно, на физическом уровне концепцию мультиверса ввел имя Веретт, ну, или имя Веретт, ну, или имя Веретт это сделано, так или иначе Веретт это было сделано. Хотя концепция мультиверса, на самом деле, вот сама идея слабо-отропного вида, она раньше появилась, чем появилась идея физической мультиверса, и поэтому понятие мультивселенной на философском уровне сочетало еще до того. Значит, физически первый ввел действительно Веретт, а вот что сделал Лида, он эту идею, так сказать, вбросил в массу, и она стала по-настоящему популярной. То есть здесь происходило так, как происходит обычно, знаете, в эволюции. Сначала какой-то признак появляется в таком скрипном виде, он уже есть, но его мало кто знает, и он маленькую роль играет. А потом он является, значит, зерном, из которого что-то неожиданно вырастает, когда складываются условия. Вот здесь вот такая вот ролик, такая диалектическая. Действительно, он был первым, кто придумал физически это понятие, обосновал, а вот стал он настоящей популярным таким вот после Лида. Ну, вроде не связано вот то, что предложил Лида с Веретт. Нет, еще как связано. На самом деле, вот Лида говорит, например, о том, что разные могут быть физики. Так вот это вот самые разные физики происходят из-за разного спонтанного нарушения симметрии, туда и туда. Так вот это разное спонтанное нарушение симметрии вполне может происходить в эволюетическом режиме. То есть они возникают не просто как отдельные такие классические пузыри, они могут возникать как разные члены квантовой суперпозиции разной физики к тому же еще. Хорошо. Пожалуйста. Вот у меня небольшое замечание, это Алексей Круглый, Нейсиеран. Вот, как сказать, по поводу последнего слайда, это мультиверс четвертого уровня. Просто я хочу сказать, что в теоретической физике, вот в пантовой гравитации, в том направлении, который называется квантовой гравитации, по-моему, очень неудачно, как раз поиски исходной металлической структуры, это уже давно является актуальной задачей. То есть речь идет, откуда она возникает. Из, как было сказано в докладе, из гипотезы о конечной делимости, что есть некий исходный базовый уровень, объекты которого уже дальше являются неделимыми и безструктурными. Ну и понятно, что если у нас объекты бесконечно делимые, ну или хотя бы очень сложные, то есть там еще много уровней, то они все уникальны. Понятно, что они обладают очень большим числом степени свободы, и практически невероятно, что абсолютно все параметры двух объектов совпадают. Они уникальны. То есть это вот то, что мы имеем в нашем макромире. В нашем макромире все объекты уникальны. А элементарные частицы, они характеризуются очень небольшим, по пальцам сочетая числом квантовых чисел, и при их совпадении они тождественны. Это, так сказать, один из базовых принципов квантовой теории. Тем самым мы практически имеем, ну, с моей точки зрения, доказательство того, что вот этот базовый исходный уровень неделимых объектов уже находится совсем рядом с вот этими неделимыми частицами. То есть, по всей видимости, это следующий уровень за электронными и кварками. И поиски вот этой металлической структуры, в общем-то, идут давно. То есть, из-за того, с чем я знакомился, то есть это, наверное, далеко не все, ну, это 60-е годы, это твистовая программа Пенроуза, в 70-е годы, там, серия статей, там, спейс-тайм-код Дэвида Фикерштейна, в 78-м году независимо, Нобелевский лауреат Тхофт и независимо, новический математик Мерхейн предложили вот причинностное множество, потом, вот с конца 80-х Владимиров на физфаке развивает свои бинарные системы, на основании систем бинарных комплексных отношений, ну, это фактически комплексные матрицы. Вот. То есть, фактически все они претендуют именно вот на статус вот этой математической некой базовой структуры, из которой вообще следует вся наша Вселенная. Ну, на сегодняшний день, конечно, пока ни одна из них вот такого решающего, ни одна модель решающего прорыва не достигла, но, в принципе, можно ожидать в любой момент, возможно, что уже кто-то, так сказать, нашел искомую структуру, просто, как говорится, до нас еще информация не дошла. То есть, в любой момент, поскольку уже это не первое десятилетие идет поезд, может произойти такой прорыв. А все, по-моему, может это произойти, как минимум? Ну, я сказал, что те, с которыми я знакомил, к сожалению, я не изучал. Нет, ну, это же были актулические локеры, но были, как я просто, как говорится, с этим локом. Ну, это правильно. На самом деле, я согласен с этим мнением, но тут есть некие сложности, которые я сам не очень пока понимаю. Вот, например, действительно элементарные частицы, они перечисляются, они за очень ограниченным количеством параметров, но в то же время, чисто конструктуально, мы знаем, что есть модели, которые говорят о том, что они составные, ну, например, в теории струн. Но там переходит просто, идет переход на более глубокий уровень. Вот мы видим много разных частиц, хоть они и простые, а там говорится, что нет, это один и тот же объект, просто в разном состоянии. То есть, вот, несмотря на то, что уже наблюдается такое-то ограниченное описание с лишением индивидуальности, тем не менее, предполагается еще переход на более глубокий уровень. Поэтому вот мне, например, остается непонятно, что является признаком того, что пора остановиться. Я не знаю, как это определить. Лички или... Есть желающие. Если закончили обсуждение данной сегодняшней повестки, то... Нет, не сейчас закончили. Мы закончим, когда будет заканчивое слово. Вы по какой-то заявле хотите какое-то объявление надо сделать. Но поделиться... Ну, в общем, вне, 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 да. Хорошо. Так, по тем докладам. Вы знаете, я хотел вот, вот, ваше слово сказать, ну, может возникнуть такой вопрос, ну, хорошо, все это чрезвычайно интересно, но какое-то отношение это действительно имеет к проблеме с этим, к проблеме поиска внеземных цивилизаций и так далее. Ну, вот, мне кажется, что на самом деле, я вот очень доволен, что доклад, значит, был поставлен, то, что действительно для того, чтобы... понимать, как связываться с другими цивилизациями, общесуществующими, с чуть ли выше разума, может быть, другой разум, что он собой представляет. Детелу надо, по крайней мере, знать, как устроено мироздание, как устроено вообще универсу. Поэтому, не зная этого, или имея какие-то, ну, не очень правильные представления, мы будем, ну, и неправильно строить стратегию, значит, вот в области непосредственно поиска других цивилизаций, рассуждения о них и так далее. Поэтому, я думаю, это, конечно, очень важно. Здесь, значит, нам важны представления и физические, и философские, я даже думаю, что и метафизические надо привлекать. Ну, и еще одно буквально, так сказать, такое частное замечание. Вот, когда вы показывали Кориню и говорили там о триллионном знаке, там, и сразу вспомнился роман Карла Сагана «Контакт». Вы помните, чем он кончается, кто читал? Что там, значит, машина начала вычислять, но, правда, и Кориня из двух обидений, да, но там кончилось, значит, там сидит, и был конец, не бесконечно, ну, и там в конце этого он, значит, нашел Бог. Вот, так что вот это не могу и было вообще вот здесь. Хорошо, есть еще какие-то, может быть, замечания, или если нет, можно... Можно новость. А, пожалуйста. Вот, есть сообщение, что открыто звезда. От планеты земной, ну, примерно земной массы, уголок летящей звезды Барнарда. Ну что? Ну, на расстоянии 1,8%. Какая звезда? Вот, то есть, это уже вторая звезда, от Проксимы Центарта, она тоже звезда, это тоже планета земного, от земной Парнарда. Теперь вот еще и лечащая звезда Барнарда. Вчера. Ну, по крайней мере, вот такое сообщение. Ну, с нее уже начиналось, как вы помните, дискуссия о других планетах. Ну, тогда это было автометрически, не очень надежно. Но как раз разные методы, поскольку все-таки там звезда-то достаточно массивная, спектрального класса там, ну, правда, она порядка там спектральной класса М, но по чисто спектральным данным трудно выявить. То есть, там еще, по-моему, данные Гайи использовали по астрометрическим смещениям, поскольку она близкая. По смещениям. Да, да. Это же была первая звезда, у которой был заподозрин спутник еще в 80-70-х годах по астрометрическим смещениям. Но потом это закрылось. А сейчас на уровне новой точности, когда Гайя появилась, так далее, вот удалось заметить. А можно вопрос? А Гайя сейчас не начнет систематически открывать? Да, да, это одна из первых. Это будет новый способ, потому что точность 10 микросекунд. Духи, поэтому вы запуском будете планеты земной массы видеть. Так, Ленин Васильевна, вы хотели сказать, да? Я хочу вам поблагодарить. Четвычайно интересный доклад. Дело в том, что я работаю в несколько другой области. Я работаю в секторе биологии. И эти сектори биологии видят мир, происхождение жизни по-другому. Я вот поэтому задавала этот вопрос. Применительно к земле. И это сейчас опровергается и Афарене, и, естественно, Гнацке и так далее. Сейчас выходят другие гипотезы по проблеме жизни, которые здесь не затрагивают. То есть мир видится другим способом. Здесь я прихожу. Здесь видится мир другим способом, охватывающим, как говорится, все в себя. Это круче. Очень интересно. Очень благодарна. Это говорится. Хорошо. Ну, поскольку исчерпан, тогда предоставим заключительное слово, а потом вы сделаете свое. А потом? Ну, да что, завершите. Я хочу всех поблагодарить. Я сам много интересного искусства в заключении. Может быть, придется когда-нибудь еще пересказать. Доклад, скорее всего, так и будет. А вы с космонавтом тоже самое расставлены попроще. Ну, это был, так сказать, первый подход к снаряду. Как обычно, там время не было, там ледние конференции всякие многочисленные были. Но сейчас я еще посидел, немножко не писал. Так что, всем спасибо. Ну, еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Новый мировоззрение. Почему я на этот семинар года два-три назад пришел, практически революционно посещаю скромно. Здесь самое главное на базе МГУ идет фундаментальное научное обоснование мировоззрения. Вот это меня привлекает. Именно везде я студентам своим говорю, и выезжая за рубеж, если оказия дается, с гордостью говорю, что я член этого семинара, и спасибо за приглашение организаторов, что именно фундаментальные мировоззрительные подходы к космологии, философии космизмы, и даже по тексту многоточие, это прельщает, и дай бог, чтобы удержалось. Потому что безумие мира в начале России, наверное, в целом сейчас безумие, особенно политических элит, приводит к тому, что якобы фундаментальной науки не стало, экспансия церкви и далее по тексту не будут распространяться, просто приводит к каким-то непонятным неявлениям, а самым главным выводам. Почему я сюда вышел? Три с половиной вопроса, кратко по одной полминуты. Первое. Значит, взбудоражив информацию от нашего семинара, я был на большой мероприятии «Каспар», который проходил года два, кажется, и получил информацию в России. В МГУ. В МГУ у нас. В МГУ «Каспар» на семинаре. А, что знают? Вы идите в 2014-м? Чуть-чуть удача. Ну, относительно. Короче говоря, я попал в банк данных, мне стали массово давать приглашения, и я реализовался в плане своей любознательности. Люблю некоторые любят аризотики, рестораны и далее по тексту. Я люблю научные тусовки, я их называю. Короче говоря, я поехал в Европейское космическое агентство. Был семинар под текстом данной организации, упомянутой, которая называлась по фронте, я не знаю английского языка, значит, связь с неземными цивилизациями. Вы только очень не выразивайтесь, и будет дальше еще аргументация, что я не совсем к себе. Но я не знаю английского языка, там все было на английском. Один человек из Академии наук присутствовал, кратко мне рядом сидел, раздраженно думал, и я мысленно, и почему я сейчас перечень говорю, себе анализировал. Крайне малая популяризация, агитация данной тематики и опять же с фундаментальной научной позиции у нас крайне снижено, вообще во времена перестройки не было контактов, а сейчас крайне снижено международное сотрудничество. И начинание упомянутого конгресса, 4, вы говорите, вот, мне кажется, это недавно было, и данные семинары. Потом меня разобрало на данной площадке, я разобрался и поехал, значит, 50-летие конференции комитета по космосу, я увлекаюсь в философии космизма, и уехал в Вену, был в Вене на большой конференции, где Рогодин опаздывал, куда, как у нас обычно, все комкуты у россиян, с саблей и быстро, и наскоком. Сидят представители минимум 140-170 стран, он уже без 5-6 с командой вырвал себе слово, так как, естественно, не хватало регламента, сказал пару слов и прочее. Я видел организацию представительства нашей международного отдела МИДа, очень скромную китайцу по полдня кормили, но удивлений западной пищей, и логировали свои космические интересы. Следующим моментом на базе этой поездки в Вену я пришел на один из гипнотий, был приглашен официальным участником делегации «Космическая политика и международное космическое право». Что я хочу сказать, что наша фундаментальная наука, высотой и стержнем, которые я с уважением говорю, данной связи с внеземными цивилизациями и жизнью Вселенной, не представлена никак. И призываю очень прозаично, этот маленький состав, очень много глозуга говорят, максимально мобилизоваться и международные контакты не прерывать. Команда Рогозина, я думаю, космос не продвинет. Вы сами же сказали в заключительном слове, что вот данная тематика дает фундаментальную основу развития в том числе нашей отечественной космонавтики. И еще по поводу семинара я хотел бы сказать. Вот, уважаемый наш ведущий, я с интересом смотрю и полемику, которая идет в переписке по электронной почте, и как он выступает активно, просьба организаторов. Я не следующий некомпетентный человек, но почему он один все время дотянет? Не в плане организации даже у нас тоже барнак обычно в этом плане, а в плане идеологических, фундаментальных, научных исследований. Но один единственный инициатор, и сподвижник этого дела. Хотел бы большего разнообразия. Последняя позиция, я выступал на гражданском форуме среди журналистов. Почему профессионалы надели повязки и закрыли рот? Почему по телевидению хаяют академиков и профессоров? Почему вот эта тематика не выходит никуда? Почему беззубость и безактивность индивидуального научного сотрудника? Группы уважаемого старого здания, как я эти перила беру, у меня содрогание, какие у нас были предшественники. Почему наш семинар? Где профессионализм и дискуссия на предмет того, что и философия космизма, и фундаментальной разработки космологии, которую я вместе с ведущим слушал, была философия космологии в Институте философии. Сейчас этот семинар, кажется, не существует, насколько я знаю. Но вы уже старый интерплат делаете. Нет, все, я заканчиваю. Значит, противодействие безумию и идиотизму, как я говорю, уже не обществу, не развитого идиотизма, а общество, уже вступившим в слово, в этот идиотизм. Где противодействие вот к этому информационному, профессиональному полю? К этому я тоже назвал и призываю. Я хочу сказать, что у нас существует сайт. На этом сайте вы можете найти презентации, статьи, доклады, видео. И из этого видно, какое сообщество профессиональное. И кто автор, и кто вообще участвует. По-видимому просто не знакомы. Вовсе не один наш докладчик все это делать тянет. Хотя его вклад очень большой, безусловно. Я хочу сказать, что на самом деле сейчас у нас центр тяжести этого дела находится в САУ. Это не совсем Москва, к сожалению. Этих людей сюда выпущено очень трудно. А там реально ведутся измерения, реально строятся инструменты, и реально люди пытаются наладить международные связи. И там это происходит, но просто отсюда действительно очень... Хорошо. Ну, а вообще говоря, на самом деле проблема есть. Она связана действительно со страшной зарегулированностью сейчас нашей науки. В общем, какой-то, говорится, митеративный беспредел. И приводит это к тому, что просто многие... Не только проблемы с этим, а многие другие очень обширные направления в науке, которые представлены в мире, сильно в России отсутствуют вообще. Вот, например, как упомянутая здесь квантовая гравитация, которая представлена, по-моему, в большиннике. Вадим Ром. Ну, в депанной гравитации. В Печенкову, например. Ну, со мной совсем, по пальцам полурухи. Это ужас. Петлевая гравитация нет вообще. Ну, это как раз несорегулированность в науке, потому что как раз эти направления очень проходные, и печатаются хорошо, да? Даже слишком, так сказать, проходные. Там что-то много. Просто люди как бы вот почему-то в России этим не хотят заниматься. Не знаю. Или аппарата не хватает. Или... Представляю, как можно такую тематику выпихнуть через какой-нибудь вот этот самонамуще-административный. Почему? Камеру уже выключать? Статьи-то, статьи-то выходят. Ну, рано. В белорке, веке, запихивают лишний повод. Наверное, наши авторы просто отвечают, что-то не утверждают. А в Дубне, например, этим занимаются, вот в теоретическом отделе активно. Иногда даже они к нам сюда приходят. Нет, ну, кое-что есть, но кое-что таких, ну, целых полей, целый гектар науки у нас тут отсутствует. Да, да. Но реформирование Академии наук, извините, что я вижу, показывает, что идет идеологическая, политическая элита, идеологическая борьба с фундаментальной наукой и с мыслью российской, если не в целом, с мыслью здравого рассудка. Да, да, это начинается с Академии наук. Извините, можно одну фразу? Я не сказал к сплеватизму. Почему я еще вышел? У меня иногда возникает ощущение, когда я бегло включаю телевидение, политологию преподаю, философию, что инопланетяне прибыли к нам. Вы не сердитесь, у меня с психикой все нормально, из-за чего я тебе рады перед этим информационным сказал. И заменили клоны на телевидении, на политическую элиту, чтобы массу землян превратить в идиотов. Ну, точно ощущение. Вчера звонят телевидению, у меня опрос делают, говорят, какое у вас мнение? Я говорю, у меня мнение одно, что все за войну и все за идиотизм. Ну, я здоровый человек, я все считаю. Но этот элемент есть. Поэтому нам нужно подумать. Может быть, мы здесь обсуждаем, что я с этого хотел начать и закончить. Что, может быть, уже инопланетяне есть, но клон, который фантасты говорили, внедрить в наше сознание безумие, может быть, это какой-то из экспериментов. Но для меня все понятно. Но когда политические партии и идиотизмом занимаются, я не могу понять в этом сюжете даже советские партии. Ну, конечно. Ну, как это, это традиционно.